Так, коллеги, всем добрый день. У нас зарегистрировалось 25 человек, но все, как обычно, где-то, видимо, на подходе будут подтягиваться. Для тех, кто у нас еще не был, я просто пару слов скажу. Кто-то у нас уже здесь был, а кто-то вот здесь, наверное, первый раз, чтобы было понятно, кто мы, что мы, чем занимаемся. И вот почему у нас сегодня в гостях Сергей Порисович в очередной раз, да, уже не первый раз. Мы находимся в своем международном проектном офисе, такая структура специализированная университета, которая занимается различными проектами, в том числе международными проектами, выводом проектов за рубеж. Это как студенческие проекты, и у нас здесь даже представитель как бы есть, да, такого проектного интенсива студенческого. И мы работаем как бы и с проектами уже высокой степени готовности. То есть все, ключевое слово – это проекты, ключевое слово – это деятельность по продвижению, по развитию проектов, по поддержанию и поддержке вот такого пространства, которое было бы в хорошем смысле инновационным, творческим, в котором бы возникали бы новые мысли, и вот они рождались, и как-то вот продвигали что-то вперед. Вот. Сергей Борисович у нас уже не первый раз, и у нас такое очень хорошее сложилось, на мой взгляд, сотрудничество, когда, начиная с февраля, вот здесь проходит на нашей площадке лекториумы и такая рабочая встреча по вопросам новой парадигмы. Может, Сергей Борисович сам скажет об этом несколько слов. Но мы решили сделать, помимо вот той темы, которую здесь обсуждаем, в общем, достаточно часто, сделать все-таки такой тематический семинар, так как все-таки площадка экономического университета, то сделать тематический семинар, который был бы посвящен вопросам экономики, развития экономики, с тем, чтобы, может быть, задать вопросы, куда же мы все-таки идем, к чему мы можем прийти, и, в общем, что нас, наверное, может ждать в каком-то обозримом будущем. Вопросы, понятно, сложные, вопросы, наверное, не имеющие однозначного ответа, но, тем не менее, мы надеемся, что, как это всегда у нас, в общем-то, без ложной скромности, скажу, раньше получалось, всегда здесь, в общем, рождались очень интересные мысли, вот, и мы выходили отсюда с таким чувством какого-то не зря потраченного времени, наверное, да, потому что, действительно, то, что здесь появлялось, было интересным, полезным и продолжалось свою жизнь уже в других форматах. Поэтому всем большое спасибо, я желаю, чтобы мы здесь творчески активно поработали, вот, я думаю, что будет интересно, полезно, и также надеюсь, что мы в любом случае будем продолжать работу нашего, ну, давайте назовем это, экономического клуба, да, который вы будете действительно решать вопросы, обсуждать вопросы, куда же мы все-таки идем, какова же роль экономистов в этом процессе, и как же, в общем, прийти туда, куда нам действительно хочется прийти. Спасибо большое. Всем добрый день, добрый вечер. Я сразу начну с того, что содержание данного доклада для меня пока еще остается довольно загадочным. Вчера я просмотрел где-то около двух десятков презентаций, собрал из них 101 слайд. Что с ними сегодня я буду делать, для меня это действительно является определенной тайной. Там примерно шесть разных презентаций, которые как-то соотносятся друг с другом. В принципе, я один раз уже был в подобной карте ситуации, только находился вот на этих местах. Был момент, когда мы занимались довольно интересной темой, только начиная еще введение в лингвистику в нашей группе, и нам захотелось получить лекцию. Мы пригласили через Наташу человека, которого мы на тот момент времени совершенно не знали, сказавшему, что мы хотим что-то услышать про лингвистику, но мы не знаем, что, не знаем, зачем нам это, как мы с этим будем дальше работать и будем ли. Ну, а дальше ни в чем себе не отказывайте. Ну, пришел Андрей Всеволодович Парибак и прочитал нам крайне нужную нам лекцию по лингвистике. Ну, Парибак есть Парибак, как он говорит сам о себе, я простой советский брахман. Поэтому он мог понять, чего нам было нужно, хотя мы этого не знали. Здесь ситуация более сложная. Сразу скажу, чего в лекции принципиально не будет. В ней не будет двух важных, даже трех, наверное, важных, интересных моментов, которыми мы как группа занимались, но которые я вчера посмотрев, что решил даже в эти 101 слайд не включать. Первое, чего там нет, это экономическое знание модель. Хозяйственное я сюда включил, и, собственно, большая часть окончания презентации как раз про него. А вот экономическое включать не стал, потому что это 60 с лишним слайдов, это предыдущая сборка еще до появления стандарта описания знаний. И, в общем, я решил, что без этого мы как-нибудь переживем, поскольку в хозяйственном знании половина темы – это чем он отличается от экономического. Второе, я не стал включать великолепный доклад Шилова «Принца Госплана», посвященный форматам организации работ советской плановой экономики. Это великолепнейший доклад, но это тоже надо было либо читать только его, либо уже на него махнуть рукой. И я не стал включать доклад «Парадоксы экономики», поскольку подумал о том, что половину этих парадоксов я воспринимаю сам с большим трудом, поэтому лучше без них обойтись. Вот это то, чего не будет. Что, в принципе, будет? В принципе, будут кусочки модели Александра Анаприенко, нашего московского друга и корреспондента, по аналогии между экономическими и биологическими системами. Это его любимая тема. На основании этого методокс, описывающий работу банковской системы, будет показан. Будет довольно любопытная моделька экономических структур одно-двух-трехклассовых обществ с возможными переходами между ними. Будет модель бюджетирования и будет модель хозяйственного знания. Да, все вопросы по дороге возможны, ответы не гарантированы. Двигаться можно будет в любую сторону. То есть, если будет желание куда-то сдвинуться и что-то пропустить, и на чем-то остановиться, надо только показать это. Вот примерно так. Ну, собственно, Анаприенко за несколько лет создал очень большую, толстую и, к сожалению, все еще не изданную книжку, в которой, да, сам он по себе предприниматель, бизнесмен. И, в общем, многие вещи, о которых говорит, понимают на уровне, в том числе и со всем практицам. Он попытался сделать анализ, аналогии между живой системой и экономикой. Но, наверное, даже перед тем, как я буду переходить к позиции Александра, я должен здесь сказать еще одну мыслеконструкцию, которая у нас появилась, в общем, совсем недавно, в ходе нашей поездки в Мариуполе, вот тут буквально на днях. А мы там занимались в основном, ну, как бы просто как группа по вечерам теории информации. И вот там был впервые поставлен очень интересный вопрос, который в форме грубой, невежливой, неделикатной, звучит примерно так. Нобелевские премии по экономике есть. Экономистов в мире много. Почему в мире нет экономики? А я специально говорю, что очень грубая форма вопроса. И понятно, что сделано невероятный объем работы, много чего там получено. И тем не менее, как сказал бы Бруцкий, взгляд, конечно, очень варварский, но верный. При этом, само собой разумеется, мы ни в коей мере не полагаем, что люди, которые с ним занимались на протяжении столетий, что называется, были глупее нас с вами. И, скорее всего, если эту модель не удается сделать, то к этому есть довольно сложные и важные предпосылки. И вот, наверное, здесь надо сказать буквально следующее. Очень похоже на то, что экономика является не сознательным, а подсознательным большим социальным процессом. Говоря простыми словами, экономика нерациональна, не исследуется рациональной логикой, не исследуется нормальной информационной моделью, а должна описываться в языке информационных объектов. Должна описываться в языке сложная информация, которая организует сама себя и которая управляется человеком исключительно опосредованно и вообще не рефлексивна. В качестве примера язык, любой язык русский, например, понятно, что язык преобразуется с помощью деятельности людей. Но вот вопрос, насколько эту деятельность мы можем считать сознательной, является очень тонким. С одной стороны, да, конечно, отдельные писатели, придумывающие новые слова, наверное, делали это сознательно. С другой стороны, за столетия, а это время больше, чем люди более или менее воспринимают что-то как предмет управления, менялась лексика, менялись морфемы, менялся синтаксис, грамматика. И, в общем-то, ну да, все это происходило, это даже есть какие-то законы это описывающие. Но, в общем, сказать, что это делали люди сознательно, крайне сложно. Можно сказать так, с языком что-то происходило при нашем участии. Очень похоже на то, что мировое хозяйствование, экономика, тоже есть нечто, где что-то происходит при нашем участии, но, в общем, без прямого нашего управления. Отсюда, естественно, возникает острое желание попытаться поработать с экономикой либо в языке физики, а тогда, соответственно, мы начинаем говорить об энтропии, о свойстве капитала как самовозрастающей стоимости, то есть капитал как автокаталитический процесс по пригожину, процесс, минимизирующий возрастание энтропии в открытых системах. Соответственно, здесь начинаются и куски системной модели, которые тут возникают. Появляется очень приятная штука, аналог свободной энергии гипса, как, собственно говоря, фактически капитал минус обременение, которое на этот капитал приходит. Можно писать термодинамические параметры и термодинамические соотношения. Модель получается небезынтересна, некоторые вещи она четко описывает, но, как и все остальное, на самом же деле в экономике ситуация очень похожа на ситуацию в физике и на ситуации в познании в целом, которая в очень простой форме можно реализовать таким образом. Почти все модели описывают почти все процессы, но ни одна модель не описывает все процессы. Само по себе это интересно, любопытно и, между прочим, означает, что мы столкнулись с чем-то по-настоящему превосходящим нас. Вообще, одна из вещей, которым в последнее время, ну и не только последним, занимается наша группа, это попытки найти возможности исследовать систему сложнее себя. Вот интересно, считается, что нельзя управлять системой сложнее себя. Но вот исследовать систему сложнее себя вообще-то можно. При этом ты даже получаешь некоторые результаты. При этом ты с этой системой можешь даже вступить в определенный диалог. Можно ли это считать управлением? Вопрос сложный. Но в общем и целом там есть возможность как-то продвигаться вперед. Итак, первая из возможных моделей термодинамическая. Вторая из возможных моделей, так как я развивала на Париенко, биологическая. Третья модель, которой занимались в большей степени мы, она информационная. Подчеркиваю, лишь, разумеется, идет о моделях. Никакой уверенности в том, что эти модели так уж обязательно связаны с реальностью, разумеется, у нас быть не может. Но можно посмотреть, как все это более или менее работает. Итак, риск любой живой системы, риск ресурсной недостаточности. Поэтому живая система стремится управлять рисками. И для этого, вообще-то говоря, создает центральную нервную систему. А в какой-то момент времени даже мозг, в какой-то момент времени появляется некий аналог разума, хотя и не мышления. В общем и целом идет управление рисками. Кстати, заметим, например, стремление увеличиваться в размерах. У вас уничтожают, ну, в биологии, у вас уничтожают одни риски. Ну, понятно, что выросшего бронтозавра в общем съесть сложно. Даже тираннозавр, пожалуй, не возьмется. Но, во-первых, надо еще вырасти, а во-вторых, бронтозавра потом надо кормить. Отсюда возникает совершенно очевидная ситуация, что, управляя масштабным фактором, вы не управляете риском ресурсной недостаточности. Соответственно, в экономике первый шаг управления, усуществленный в невероятной древности, было разделение труда. Но, как только вы вводите разделение труда, у вас возникает другой неприятный риск. Того, что вы производите, вам для выживания недостаточно. Вам нужно что-то еще. И у вас может возникнуть ситуация, при которой у вас нет нормальной цепочки товарного обмена. То есть, вы не можете выменить того, что вам крайне необходимо. По идее, этот риск снимается через товарные деньги. Двигаемся дальше. У вас возникают уже обычные деньги, не товарные. Выявляются металлические и так далее. Все это создает. И вот тут мы сталкиваемся с довольно любопытной вещью, которая до этого хорошо столкнулась с физиком. А именно, мы все время решаем одну и ту же проблему. На самом деле, у нас все время возникает проблема. При разделении труда всегда существует вероятность не замкнуть товарные цепочки. Мы решаем их. Сначала товарные возникают, потом металлическими. Затем у нас возникают, соответственно, бумажные деньги, электронные деньги. У нас возникают функции государства, у нас возникают функции банков. Но всякий раз мы просто перевозим тот же самый риск в другую форму. Кстати, 18 век, уже, в общем, совсем недавнее время, был очень веселый момент в военной истории, когда Суворов привел русский корпус на помощь австрийцам, которые должны были этот корпус кормить. на что Австриите сказали, что поставить продовольствие они не могут, но могут выдать деньги. На что Суворов вежливо сказал, пожалуйста, передайте вашему совету, что мои солдаты денег не едят. И вот это тот самый случай. Кстати, в юмористической форме это красиво подсветил Маяковский в Мистерии Буф. Вот вам от потопшей Америки на 100 триллионов чек. Естественно, с нас возникает государство, то, во-первых, у нас возникает совершенно особый игрок, фактически задачей которого являются управление рисками. Но государство же выступает в двух ипостасях. С одной стороны, да, государство обеспечивает движение товаров и денег, логистику, нормальное функционирование дорог, то, что деньги будут брать, притом по объявленному курсу, а не как-нибудь. Но это как бы одна его сторона, но другая сторона. Государство же само тратит. Ему тоже нужны деньги. А поскольку оно устанавливает цену денег, у государства возникает прекрасная возможность создавать себе лишние деньги за счет эмиссии. Тем самым создавая косвенный налог, причем можно это делать в формате порчи монеты или порчи бумажных денег. Понятно, что это налог, понятно, что он косвенный, понятно, что он на всех, но в общем и целом система как-то работает. Следующий момент. Можно сделать деньги, как это сделали спартанцы. Большие, очень дешевые. в общем и целом, что называется, для того, чтобы на них что-то реальное купить, но превосходящее по размерам помидор на рынке, помидоров, впрочем, конечно, не было, поскольку Америку еще не открыли, вам, в общем, нужно с собой таскать сундуки, а если нужно купить недвижимость, то сундуком вы не отделаетесь. Соответственно, интересная ситуация, это совсем дешевые деньги, их трудно копить, трудно инвестировать, но при этом вы не можете управлять большими проектами. Соответственно, тут же возникают, да, зато, согласитесь, их бесполезно воровать. Грубо говоря, усилия на то, чтобы их стащить, больше, чем вы на них сможете купить. Появляются дорогие деньги, дорогие деньги как средства накопления и инвестирования, но при этом у вас нарастает естественный риск сохранности. А вот теперь это грабить стало выгодно. Рим, вообще говоря, сделал первое великое, с моей точки зрения, открытие. Он создал векторные деньги. Вектор имел три компонента. Это медные деньги повседневного потребления асса, серебряные деньги это накопление инвестиций операций с недвижимостью, это сестерцы. Поэтому известная фраза у Лысоцкого и на отцовские сестерцы я заведу себе гетирочку, на отцовские сестерцы можно было завести гарем. Самая дорогая гетирочка это ас. Ну, пять асов, на самом деле, быть точным. Но некоторые императоры, кстати, заметим, сильно не все, даже не каждый третий, выпускали золотую монету, портить которую рассматривалось как государственное преступление, то есть, я сформулирую так, если за это казнили, этот человек очень повезло. Эти деньги использовались для преобразования регионов, для создания системы римских храмов и дорог в Британии и там и далее. Это были проектные деньги и это третья компонента. Обратите внимание, вот эти деньги имеют скорость обращения, ну, в общем, дни, дни и часы. Вот эти деньги имеют скорость обращения вообще-то месяцы и годы, а вот это столетия. Это очень интересная ситуация, Рим имел деньги, которые специально делались так, чтобы с их помощью можно было делать столетние проекты. Мой комментарий в скобках к теме того, что мы, конечно, гораздо умнее, чем всякие там римляне и прочие средневековые товарищи. Рим умел работать с проектами длительностью выше 100 лет. В средние века, когда начали всерьез строить соборы, начали работать с проектами, длительность которых осуществлялась сотнями лет. Причем можно говорить, конечно, когда мы говорим, что храм строился 600 лет, собор, не совсем точно. Он половину этого срока функционировал как храм, его просто развивали и достраивали. Но, в общем-то, 250-300 лет он строился до начала его функционирования. Попробуйте, сейчас предложить проект, инвестиционный проект на каких-то элементарных 250-300 лет. Комментарии мой в скобках. А, например, на создание системы дорог в Африке потребуется порядка 150 лет. А для того, чтобы создать, извините, систему дорог на Марсе, между, естественно, крупными марсианскими городами, вам понадобится 350-400 лет. Это выполнимая задача при данном уровне техники, несмотря на все разговоры о радиации и прочих малоприятных вещах. Так вот, в средние века Марс могли освоить. Сейчас с этим делом будут большие сложности. Формирование банковской системы. Заметим, тоже интересная штука. Банковская система в значительной... Во-первых, на сегодняшний день, в общем-то, все считают, что банковская система появилась много-много раньше, чем появился термин банкинг. И чем началось развитие банков в Италии и так далее. Вообще очень похоже на то, что как только у человечества впервые возникло понятие, как бы так выразиться, трансокеанской войны, при этом надо понимать, что с точки зрения уровня развития флота в бронзовый век, война между ахейцами и троянцами трансокеанская. То есть, ахейская метрополия Балкана, место действия войны Малая Азия, между ними приличное расстояние. С нашей точки зрения, оно, конечно, копеечное, но для них это примерно то же самое, что для нас океан. Так вот, как только появились представления о подобных войнах, возникла острейшая необходимость в понятии вексель. Когда ты имеешь возможность не таскать с собой нужные тебе деньги, а заметим, с точки зрения тех же ахейцев, извините, вам были нужны для снабжения вашей армии под стенами Трои невероятные деньги. Естественно, таскать их в виде золота, серебра, а уж тем более медиа, было совершенно безнадежным делом. И, разумеется, раз уж они эту войну провели и действительно много лет ей занимались походы народов моря, значит, какая-то система соответствующего учета была уже тогда. Рим неплохо этим пользовался, вообще хорошо организовывал учет денег. А дальше, когда мы начинаем разговор о крестовых походах, сразу становится понятно, что крестовые походы имели этот момент одной из своих базовых проблем. Смотрите, суть дела. У вас мир, в котором, в общем-то, за пределами прямой видимости, вы уже с трудом представляете себе, что там происходит, и происходит ли там что-нибудь. У вас крайне затруднена даже минимальная торговля. Кто у вас есть? У вас есть система связи между монастырями, она существует. И система взымания динария святого Петра и доставки его в Рим. Она работает с проблемами, но работает. Но вам-то нужно снабжать войска, которые у вас отправляются в святую землю. Снабжать их по суше просто безнадежно. Кстати, заметим, операцию такого масштаба, имея базирование во Франции, например, а в первом походе основная часть была французская. Представьте себе, что вы организуете на уровне Второй мировой войны, вот у вас база во Франции, вот у вас место боевых действий святая земля. Попробуйте организовать логистику доставки боеприпасов и грузов. Безнадежно полностью. И сейчас это будет не сделать. Естественно, доставляли все по морю. Но если есть доставка по морю, значит, вам необходимо либо иметь огромный государственный флот, которого реально по факту не было, либо найти людей, которые этот флот построят, но для них это коммерческое предприятие. Значит, вам нужно, вам обязательно нужно, первое, как-то найти инвестиции на это строительство, и второе, каким-то образом переводить деньги в святую землю. Соответственно, ордена, и об этом не любят говорить, но рацистские ордена начались, те описывают, что да, орден госпитальеров, чтобы было где жить, чтобы было как лечить, да, все с этого начиналось, но третий момент, чтобы производить учет финансов, учет векселей, поскольку в противном случае вам, собственно, крестовые походы не организовались, с этой точки зрения, это было первое крупное финансовое мероприятие относительно нового времени, относительно новой Европы. дальше действие шло вперед, появились стандарты, появились большие проекты, и впервые возникла гениальная идея банковского кредита. Кстати, по некоторым данным, здесь очень существенную роль сыграла реформация. И я в данном случае не столько о протестантизме, сколько о том, что в ходе реформации в ряде мест, например, в Англии, то вырезали католиков, то вырезали англикан. В результате, да, но при этом, естественно, резали, может, и не всех, но вот грабили почти неуклонно. В результате возникла необходимость каким-то образом прятать деньги. И для этой цели, собственно, возникли структуры, конторы, куда-то мог принести фунт стерлинга, в смысле 400 грамм золотых монет, ты их давал, тебе выдавали расписку, что ты сдал фунт, и у тебя появлялась возможность эту расписку дальше использовать. В случае, если у тебя ее забирали при грабеже, ты просто сообщал в ту же самую контору, что данная расписка более недействительная. Ну, собственно говоря, в принципе, можно было даже не делать, потому что расписка это давалась конкретному человеку, если ее предъявлял не он, и не было передаточной надписи, в общем, ее и так никто бы не взял. И вот в какой-то момент один умный предприниматель додумался до простой вещи, что получив один пакетик золотом, вообще-то под него можно выдать две, три и более таких расписок. Поскольку одновременно-то все не придут. Понятно, что не так все оно просто делалось, но довольно быстро возник механизм кредитования. Но в ситуации, когда банк выдает кредиты, банк автоматически сам попадает под предпринимательские риски. И тогда начинаются два процесса укрепления банков с одной стороны и возникновение центральных банков, которые имитируют деньги несчастным образом. Кредиторы последней инстанции. Верхние банки кредитуют нижние банки, нижние банки кредитуют производство, но и вся система более-менее неплохо работает. Только есть маленькая проблема, которая имеет отношение к той теме, которая была поставлена как одна из моих задач, это тема фазового кризиса. Суть проблемы заключается в следующем. Чтобы весь этот механизм работал, вам обязательно необходимо расширение территории, на которой базируется данная экономика. Грубо говоря, если вы взяли кредит под 10% годовых, вам нужно за год увеличить свой капитал на эти 10%, на самом деле больше, потому что вам тоже жить как-то надо, но хотя бы на 10%. А это означает, что если ваша территория застроена и уже включена в экономический оборот, вам крайне желательно получить кусок следующей территории. Вы будете смеяться, но если все это аккуратно написать, вы получаете классическое волновое уравнение, которое описывает движение капитала через условную границу. Считаем, что в каком-то месте возник, а дальше начал распространяться. Соответственно, пока у вас есть новые территории, у вас все относительно хорошо. Вы можете вот этот механизм заставить работать. И, собственно говоря, 18-й, 18-й, 19-й и довольно большой кусок 20-го века, примерно его половину, так все и происходило. Но где-то к середине 20-го столетия начали наблюдаться проблемы с конечностью размеров земли. Что это означало? Не то, что уж совсем нет места, куда капитал мог бы дальше распространяться, но уже нет места, где он мог бы давать быстрый возврат. Например, Африка по сю пору не освоена капиталом толком, кроме зонной побережья и отдельных хороших городов. Вы безусловно можете вкладываться в Африку, но если вы вкладываетесь в Африку, вам требуются очень длинные деньги, поскольку Африка вам выдаст результат через где-то 100-150 лет. Ну, какие-то пойдут через 30, но с точки зрения большинства предпринимателей 30 лет и тысячи большой разницы нет. Все равно это невозможно нормально просчитать. Этим невозможно работать. А что собственно осталось? Осталась Африка, Антарктида, которая ко всему прочему еще и держит договор об Антарктиде. Ладно, договор как-то можно отменить, но извините искать там что-то под слоем льда. Это опять столетняя инвестиция. Тоже можно и получится. И куски Юго-Восточной Азии, причем плохие куски, не Малайя, а например Папуаса, ее барьер Молис, через которые даже во время войны батальоны пройти не могли, дороги вы тем более не протянете. В итоге постепенно у вас начинает складываться ситуация, на экономику начинает оказывать влияние конечность мира. со всеми вытекающими отсюда проблемами. Следующее возможное действие. Следующее возможное действие это война. С экономической точки зрения абсолютно неважно кто в войне выиграет и кто проиграет. Безусловно, экономические ресурсы проигравших будут поделены между выигравшими, а экономические ресурсы выигравших пойдут на оплату банковских кредитов по военным расходам. С этой точки зрения банкам безусловно предпочтительная победа Украины, чем России, только по той простой причине, что до банков только сейчас дошло. Что вообще-то кормить надо было обе воюющие стороны, и тогда им было бы глубоко безразлично, чем закончится война. Как вообще-то в норме и происходит. но у нас ситуация кризиса, это не норма. Но это безусловно ошибка, она как ошибка уже отрефлексирована, но уже не совсем понятно, как из нее быстро выбраться. Опять же, выбраться-то выбраться, но это же надо быстро сделать. Поэтому мы называем войну, да, самое важное, что делает война, война уничтожает многое построено, а это означает, что после войны это надо будет строить заново. И у вас возникает кусочек земли, которая вообще-то освоена, но которая при этом требует быстрого вложения и быстро его отдает. Аниклес, Александр Иванович, философ, назвал войну в индустриальную фазу высокотехнологичным деструктором экономики. Имея в виду простую штуку. Вы пускаете большой бульдозер в виде бомбардировок, сносите города с лица земли, а потом их нужно строить. Вот у вас возможность сделать следующий шаг экономического развития. И все было бы хорошо, но тут крайне не вовремя изобрели ядерную ручку. Потому что с момента его изобретения война как экономический деструктор перестала нормально работать. Помните у Джером Джером когда они пытаются герои устроиться где-то переночевать, возникает мысль давайте поколосим полицмена и нас посадят на ночь в кутузку. На что следует ответ? Во-первых, полицмен вместо этого может просто дать сдачу, а во-вторых, можно переборщить и загреметь месяца на полтора. Здесь ровно та же самая ситуация. Использование ядерного оружия как деструктора экономики крайне плохо управляемо и не уничтожает, а наоборот генерирует риски. Что соответственно не дает возможности использовать его. Ну, я не буду задавать вам вопрос очевидный. Какая последняя попытка изобрести деструктор экономики? Ответ вполне понятен каждому из нас. конечно, ковид-19. Великолепный экономический деструктор. За короткое время ухлопали довольно много. и вот тут мы сталкиваемся с тем, что много, но недостаточно. Когда-то в 15-м году я сделал доклад, он назывался «Глобальная катастрофа как оптимальное решение». Ну, собственно, именно по этому докладу ситуация развертывалась, но уже там было написано, но не хватит. Вы не сможете сделать катастрофу такой величины, чтобы она не разрушила мир целиком, поскольку это неприемлемые риски, и при этом дала вам возможность следующего такта экономического развития. И здесь мы сталкиваемся с тем, что я называю постиндустриальный кризис, или фазовый кризис, или кризис индустриальной фазы. Суть его очень проста. В связи с исчерпанием размеров свободной земли, модель производства, созданная в ходе промышленного переворота, столкнулась с неразрешимыми для себя внешними вызовами. И далее функционировать не может. Но кризис не был бы кризисом, если бы не вторая. А никакой другой модели у нас нет даже в потенциале. Что собственно и означает, что в мире будут происходить серьезнейшие события, мы анализировали фазовый кризис на нескольких довольно известных примерах и на трех-четырех малоизвестных примерах. В каком смысле малоизвестных? Во-первых, тут нужно сказать простую штуку. Самый яркий пример фазового кризиса это так называемая катастрофа бронзового века, которую все мы знаем по школьному курсу истории для пятого класса. Это та самая Троянская война, после которой вторжение народов в море, после которой Дорийское вторжение на Пелопонес. В итоге в районе между 1177 и 1600 годами до нашей эры были последовательно уничтожены Мекенская цивилизация Пелопонеса, Хетская цивилизация Малой Азии, города государства Ханаана, ну собственно вся зона Палестина, можно сказать проще, кто уцелел. Уцелел, но было абсолютно надломлено, прекратила быть великой державой Египет и уцелела Ассирия ровно по той причине, что находилась на самом-самом краю цивилизованного мира и великой державой на тот момент просто не была. Поэтому как-то до нее ни у кого не дошли руки. уровень падения. Ну вот этого слайда я не стал сюда вставлять, но он такой довольно интересный. Удалось по пелопонесским городам это посмотреть, там какая-никакая была попытка считать. И худо-бедно как-то палеодемографы пытались получить некий результат. В общем, говоря простым языком, падение за 20 лет в три раза население пелопонеса. Ну вот это то же самое примерно в Ханаане. В Угоритиве есть такой город, все было гораздо хуже, он был просто полностью физически уничтожен и 400 лет там ближайшие люди не селились. Уровень был такой, что Греция, например, потеряла письменность и потом ее восстанавливала, кстати, уже на другом субстрате изначально. Ну, все остальное было тоже потеряно, включая, например, систему посевооборота, посевов. В общем, ну, вот это и есть настоящая такая хорошая, большая, красивая социальная катастрофа. Ее почти никто не запомнит. По той простой причине, что раз у вас кончилась грамотность, то не было и тех, кто записал. Остались куски с тех мест, где катастрофа либо пришла позже, либо была не такой полной. Например, есть очень интересная запись из Угарита, собственно, о его падении. Есть записи из Осирии, есть записи из Египта, но, собственно, зона эпицентра катастроф, она была разрушена вся. Следующая катастрофа такого же масштаба, это античный кризис, которая традиционно датирует 476 годом нашей эры, падение Рима, хотя на самом деле начался он естественно раньше, а реально всерьез это не пятый век, это шестой, это истиньяновая чума. Это холод, голод и чума с резким падением численности населения, опять те же два-три раза, и разрушением существующих организационных структур. Что дальше? Дальше был 14 век. Кстати, заметим, античная кадастрофа была не такой всеобъемнейшей, как бронзовая, по причине вроде бы довольно смешной, и тем не менее крайне важной. Европа уже была христианской, а это означало, что были монастыри, а это означало, что монастыри и церкви должны платить денерии святого Петра. Когда разрушилось все денежное обращение в Европе, этот поток он, конечно, свелся к тончайшей нити, но он оставался. Второй момент. Да, латынь они забыли, и то, как они писали, это была далеко не латынь. Анатолий Франц издевался, говорил, что священники крестили младенцев во имя отцов, сынов и духов святых, и не потому, что стали многобожниками, забыли латинский язык и его окончание, но они все-таки сохранили грамотность и сохранили какую-никакую летопись. Мы не знаем, кроме как из данных археологии, что случилось на Пелопонессе, а вот как развивался кризис в Европе, мы уже в общем знаем. А третий кризис такого же масштаба, 14 век. Все как всегда. Вообще все эти кризисы, они еще похуже по структуре. Сначала происходит глобализация. Глобализация означает, что существующий способ производства охватил все пространство, до которого в принципе можно дотянуться при соответствующем уровне развития транспорта. В прозвом веке это было восточно-средземноморье. В античное время это было Средземноморье как целое. 14 век Евразия как целое. Ну, естественно, без северных участков. Соответственно, первое это глобализация. Второе. Это всегда у вас возникает классика элиты устойчивого развития. Которые у нас все хорошо, всегда было хорошо, всегда будет хорошо. А если кто так не думает, он глубоко заблуждается. Это как раз то самое. Хорошие времена рождают слабых людей. Хорошие времена рождают не слабых людей, а слабые элиты, которые потом не могут управлять. Кризис элит всегда второй элемент после глобализации. Третий элемент это всегда резкое похолодание. Отсюда начинается снижение производства, сельхозпродукции, начинается голод. Сочетание голода с одной стороны и плохого управления с другой, а тем самым резкого снижения собираемости налогов, приводит к тому, что экономика за кратчайший срок приходит в неденежное состояние, возвращается к натуральному обмену. А как только это происходит, у вас немедленно исчезает ремесло. Ремесло плохо работает в условиях натурального обмена, особенно сколько-нибудь развитая. В итоге мы имеем кризис римского ремесла, мы имеем кризис 14 века, после чего ситуация наконец входит в нижнюю стадию, которая называется темные века, и тут все становится очень хорошо, потому что все, что можно было разрушить, уже разрушено, хуже не становится, и дальше потихонечку, медленно, мучительно общество из этого вылезает, а вот дальше как повезет. Нет, в любом случае будет хорошо, но возможны разные варианты. Вы можете построить новую версию предыдущей фазы развития, ну, например, собственно, традиционная фазность хозяйственного производства, все в ней хорошо работает. Первый кризис фазовый привел к созданию вместо ранней древности, классической древности, чуть-чуть другой тип производства в той же логике. Античная катастрофа средневековый фиот, тот же самое производство традиционного смысла, но опять же чуть-чуть в другой логике, продвинутая версия. После катастрофы XIV века начинаются более сильные изменения, мы переходим к мануфактурам и довольно быстро, в историческом масштабе, почти мгновенно, возникает машинное производство. А вот это уже другая фаза. До этого была стадия, теперь другая фаза. И вот XXI век. У нас точно без вопросов кризис фаз развития, это индустриальная фаза. Мы точно уже упали в темные века. Другой вопрос, мы это пока не видим, но все хорошо, но мы уже начали осознавать, что если до 2000-х годов, до 2020-х, каждое следующее поколение в развитой земле жило чуть лучше, а иногда и не чуть, а заметно лучше предыдущего, то сейчас уже возникает понимание, что верхний уровень жизни уже пройден, а нынешнее поколение будет жить хуже предыдущего, и так будет продолжаться еще какое-то время. Очень интересный вопрос, какой он? Вообще-то формально ничего не делаю, 200-220 лет. Если что-то делать, то это может быть сильно сокращено. Но смотрите, нужно тогда решать, сознательно решать, три сложных задачи. Первый выход за пределы предыдущей глобализации. Это обязательно. А это означает, что вам нужно выйти за пределы Земли. Три раза ку и луну маску. Второе, вам нужна новая социальная структура и новый способ производства. А вот это легче сказать, чем сделать. Третье, вам нужно архивировать предыдущие знания и ответить на вопрос, каким образом могут быть получены следующие знания. Поскольку мы же имеем еще и кризис формата науки, формата познания. Если эти три задачи решить, кризис можно довести до 20-40 лет. То гораздо приятнее. Но комментарий мой в скобках. Вообще-то для нас с вами этот спор имеет сугубо теоретическое значение. Я, например, не доживу до конца кризиса, неважно, будет ли он всего 40 лет или все 200. Ну, какая-то часть молодежи при 40-летнем варианте до конца, наверное, доживет. Второй момент. Поскольку мы воспринимаем сами жизнь в масштабах лет, единиц лет, ну, где-то так до 70-10, нормально, то мы и вообще не осознаем эту ситуацию как кризис. Мы ее осознаем как кризис, когда из него выйдем. И станет понятно, что вот в этот период, не, но мы и сейчас видим, у нас начали, у нас был ковид с закрытым миром, у нас начались войны, они будут продолжаться дальше. Мы видим много всего, но если вы не в Мариуполе, не в Донецке, вы пока этот кризис на себе до конца и не ощущаете. И, скорее всего, долго еще не будете. Хотя мир будет становиться все более и более опасным, риски, о которых мы тут говорим, будут нарастать, а главная возможность того же государства или банков с ними что-то сделать, резко прекратится. И ничего, никуда здесь не уйти от этого. Но, еще раз подчеркиваю, в масштабах нашей картины мира ничего страшного мы не увидим. А самое веселое, что если мы перейдем на другой временной период и будем думать в масштабах тысячи лет, то с этой точки зрения будет кризис 200 лет или 20 никакого значения вообще иметь не будет. На тысячелетнем масштабе вы этот кризис не поймаете. Да, на масштабе десятков и ста лет вы будете видеть снижение, падение, новый рост, колебания. А если вы делаете тысячелетний масштаб, вы увидите просто медленное достаточно устойчивое развитие. Я к тому, что не надо думать, что кризис это что-то невероятно страшное. Это просто формат, в котором происходит производство на другое. Двигаемся дальше. Я просто это обещал рассказать, поэтому на этом месте затормозил. Вот это красивая схемка. На самом деле это методокс. Хотя, когда мы его рисовали, мы это с Наташей рисовали в Москве на банковском совещании, еще термина методокс не было. Это, собственно, попытка описать, чем управляют банки в теории. Они могут управлять временем, соответственно, какие у нас могут быть деньги, сверхкороткие, мгновенные, сверхдлинные и деньги с неопределенным временем обращения. Они могут управлять пространством, которые бывают реальные, виртуальные, дополненные. Они могут управлять рисками. Риски бывают вероятностные, что всегда легко считается, возможностные, которые считаются гораздо хуже. Но разница понятна. Вероятность избрания президентом Трампа была крайне мала, но реализовалась возможность его избрания. И не определенный, что совсем плохо, когда вообще вы не можете оценить риск. Но хороший банк в состоянии вам выдать кредит или застраховать даже совершенно непросчитываемые вещи. Однако пока что это не умеем. Далее можно управлять активами, материальными, нематериальными, финансовыми, их связностью внутри пачки активов и, наконец, их сложности. У вас возникает довольно интересная система. В общем, мы выяснили, что здесь 18 функций, из которых 9 делают все банки, 6 очень немногие и 3 не делает никто. Но будут делать. Что интересно, проводили мы это мероприятие, схемку это предлагали. На банковском семинаре в Москве у них вот очень похоже на вашу схему. Банкиры приходят рано утром в один из банков, чтобы поговорить о теории своей работы. Ну и, собственно, обсуждают, что будет дальше делаться. Я не знаю, те, кто участвовал в семинаре, взяли ли что-то из этой схемы, но любопытно заметить, что Сбергрефа отлично работает в этой логике. И, в общем, похоже, все 18 позиций он сейчас потеконечку себя заполнил. После чего вежливо говорит, что разрушение старых банковских функций, а банк, например, как задача банка, как операционная система, постепенно просто уходит. Задачи банкокредитной системы резко ослабляются в условиях электронных денег. Но зато появляется куча задач по управлению рисками. И, в общем, Сберг, похоже, считает, что он здесь будет работать. Да. Вот, собственно, 18 типов. Управление финансовыми активами, операционной связью, операционная деятельность, биржевая деятельность, управление фондовым пространством, коротким и сверхкороткими деньгами, страховая деятельность. Это то, что делается хорошо, то, что делается удовлетворительно. Материальные активы, дополненная реальность, это, собственно говоря, по сути своей управление правами собственности и управление недвижимостью. То получается плохо. Нет управления сложностью в банках, нет возможности. Самый интересный вопрос, это, конечно, понятие обобщенной биржи. Что это такое? Нормальная биржа. Я знаю, чего я хочу купить, ты знаешь, чего ты хочешь продать, мы приходим на биржу, биржа, мое предложение и твой спрос регулируем. Взимай себе некоторые пропорционные проценты. Такое обобщенная биржа. Я не знаю, что мне нужно, но понимаю, что что-то нужно. Я не знаю, что у меня это есть. Хорошая биржа сможет выяснить, что у меня есть и кому это нужно. При этом это далеко не всегда что-то, что можно посчитать в рублях, долларах или килограммах. Тем не менее, такая конструкция описана в литературе и фантастической, и в экономической и в принципе может работать. Будет сделано. А вот то, что совсем плохо. Свердлинные деньги, неопределенности и совсем нематериальные. Не те активы, которые можно перевести в материальную стадию, а те, которые в них не переводятся вовсе. Ну, собственно говоря, это конец первого действия, и вот любопытная мною очень любимая схемка, которая в некотором плане под первой частью подвозит итог. Значит, смотрите, это классический тензор. Это тензор 4х4, релятивистский, что означает, что в нем выделяется нулевая позиция, верхняя левая, выделяется верхняя строка, выделяется левый столбец, и остальные девять позиций, которые здесь остаются, они остаются как уже трехмерный обычный тензор. Смотрите, как мы эту конструкцию построили. По строкам смысл, темп, власть, капитал, по столбцам благо, время, обладание, богатство. В принципе, говоря, двигаться можно по расшифровке этой схемы любым образом. Но, конечно, обратите внимание, если мы начнем с самой нижней части, что вроде бы логично, вот у нас в самом низу, пересечение богатства и капитала. Вообще, нижняя строка это производство чего-то. Производство и богатство дает нам производство денег или прибыль. это ликвидные формы капитала. Производство и обладание дает нам производство товаров, которые к деньгам не всегда сводятся. Это капитализация территории, повышение ее цены. Это юнкерский капитал, земельный и промышленный. Капитал и время, производство репутации, гудвилл, наследование, капитал и благо. Ну, как и есть, благотворительность, как производство возможностей. На самом деле есть некая легенда, никто не знает, правда это или нет, но это настолько красиво, что может быть и правда. Что когда начался бум по созданию самолетов в 10-е годы 20-го века, создавать их было нельзя. потому что одна фирма имела патент на управление по крену, а другая по тангажу. И обе отказывались продавать патенты. То есть, вы не могли построить... Понятно, что без управления по крену и тангажу, но никак вам самолет не сделается. И понятно, что строить было ничего нельзя. Говорят, что нашелся миллиардер, который обоим фирмам сделал предложение, от которого те не могли отказаться. Он взял оба патента и выложил в открытый доступ, что дало возможность развития авиации. Вот это производство возможностей. Капитал, принесший благо. Строчкой выше. Вся власть это естественное управление. Управление деньгами, управление сокровищами. Олигархическая, монополистическая госсобственность. Плутократия. Управление территорией, власти, обладания. Заметьте, диагонали в этом ситуации всегда важны, это наиболее значимая позиция. Это постоянный капитал, это империи в римском смысле этого слова, сочетание всех форм власти над определенной территорией. Власть со временем, управление историей, а тем самым получение прибыли за счет управления историей. Американцы сейчас очень злятся, потому что они всю жизнь работали в этой позиции, а теперь Россия тоже научилась это делать, и теперь ей пытаются объяснить, что так делать нельзя. и наконец, власть и благо, управление Вселенной, создание глобальных проектов с неутилитарной составляющей, например, клюнийской сети монастырей, например, крестовые походы. Заметцы не утверждают, что это хорошо, я всего лишь говорю, что это был глобальный проект с неутилитарной составляющей. Верх, темп, темпы богатства, странствия, это присвоение собственности, кража, грабеж, торговля, мореплавание, вообще-то алхимия, если бы она работала. Темп и обладание, экспансия, завоевание, завоевание как источник собственности. Очень люблю историю, она реальна, когда какой-то варварский вождь объяснил королю Франции, что тот, что собираясь на него напасть. Король говорит, нельзя, ты не можешь мне отобрать землю, это будет незаконно. Почему, спросил вождь, но это моя земля, я получил ее от отца, а отец от деда, от прадеда, а прадед, а прадед завоевал ее силы своего меча. Так я хочу завоевать все силы своего меча, ответил вождь. Вот это вот здесь. Поэтому, когда идет разговор о том, что это незаконно, каждая земля когда-то была завоевана силой чьего-то меча. Ой, извиняюсь. Наташ, можно запустить снова? А то я ухитрился выйти. Но нет, вернуться-то я вернулся с существующего слоя, не на ту кнопку нажал. Смотрите, опять диагональ. Сверка темпа, а темп это изменение времени и самого времени, это присвоение времени, это превращение традиции в собственность. Когда мы говорим о том, что существует доминационный капитал, капитал домината, это означает не только, что у этих людей есть деньги и власть, это означает, что их деньги и их власть легитимны, потому что продолжаются столетиями и стали традицией. Между прочим, есть чисто советская шутка на эту тему, которая гораздо глубже, чем до сих пор мне самому казалось. Это молодой кадровик обращается к старшему кадровику на военном заводе и спрашивает ему, можно ли брать евреев на работу, военное производство. Он говорит, да что, с ума сошел? Конечно, мы можем брать всех, у нас интернациональное государство. Но он говорит, он должен понимать, что евреев на работу брать можно и нужно, а жидов ни в коем случае. А как их различать? Это очень просто. Кто у нас работает? Наш советский еврей. А кто пытается к нам устроиться? Так вот, здесь ровно то же самое. Кто входит в элитию, вот того вот эта традиция, это его истинная собственность. Кто пытается сюда попасть, это преступник, нарушающий международные законы. Собственно говоря, базовая ситуация. Россия была готова выполнять все требования Запада за право войти в элиту. Но Россия вежливо объяснили, что никто ее в элиту не включает, и не потому, что что-то против нее имеют, а потому, что у них нет трех-четырех поколений, а на самом деле нужно больше, шесть-восемь, тех людей, которые уже имели собственность. Поэтому они нувориши, а нувориши даже здесь быть не могут. Их максимальная позиция вот здесь. А они хотели сюда. После чего Россия сказала, ну хорошо, ладно, тогда мы разрушим всю эту систему. На что им сказали, сами же и погибнете. Ну, дальше все помнят Шварца, посмотрим, посмотрим, провозгласил дракон. Двигаемся дальше. Темпы блага, познание, присвоение иного, появление тех знаний, на которых могут базироваться гораздо большие деньги, чем все, что было здесь. И, наконец, верхний ряд. Смысл и богатство. Мы придаем богатству смысл. Это миф. Мы создаем миф. Миф об Эдисоне, миф о Скрудже Макдаке. Их очень много. Миф о том же Бильбо Беггинсе, который у дракона отобрал золото. Вообще правильное золото должно быть отобрано у дракона, иначе это неправильное золото. Смысл и обладание. Придание территории смысла и освоенности. Дальше мы в ход знаний об этом будем говорить. Смысл и время. Мы придаем смысл истории, а тем самым наша элита становится сакральной. И, наконец, смысл и благо, отдельная нулевая позиция. Извините, здесь людей не бывает. Это творение. Здесь у нас Господь может быть иногда, не каждое столетие, я уж не говорю про поколение, иногда бывает человек, который каким-то образом частично касается этой позиции. То есть, он не присваивает тянуло, а создает его. Но насчет того, что Господь это умеет, сомнений нет, что это могут люди, это большие сомнения. Собственно, конец первого действия. Второе действие. Картинка носит название транзисторной схемы или транзистор Золотарева. Не мое изобретение. Дмитрий Золотарев из Перми это дело придумал. Он руководитель, был тогда Департамента макроэкономики Пермского края. Значит, здесь снизу вверх идут переделы от первого до какого-то там энного, где он велик. Нижние переделы эмитра транзистора, верхние переделы коллектора транзистора, средние переделы это база транзистора. Эта схемка позволяет ответить на вопрос, как разрушать чужую экономику и создавать свою. Чтобы разрушить чужую экономику, вы должны сделать следующее. Высокие цены на сырье. Высокие цены на сырье делают выгодным продажу сырья на внешнем рынке. После этого вы вводите очень важную систему. Каждый передел платят НДС. Это автоматически делает средние переделы с учетом высокой цены на сырье невыгодными. На этих переделах вы не можете обеспечить прибыль. А вот здесь она есть. По идее можно всегда обеспечить прибыль за счет высоких переделок. Но там можно поставить стандарты и этими стандартами закрыт рынок для всех кроме тех кто придумал эту идею первым. В итоге у вас получается система которая перекачивает сырье другим странам разрушая как научные переделы так и инженеры. Отличная штука это разрушающая экономику. Как создавать экономику? Та же самая смотрите что по сути мы сделали? По сути мы подали стильный минус на базу при высоком плюсе на эмиттере транзистор закрывается. Что нужно сделать? Снять НДС на средние переделы и ввести дешевое кредитование средних переделов плюс на базу. Сразу начинает падать цена на внутреннем рынке на сырье и у вас получается довольно много сырья по небольшим ценам. А наверху вы начинаете сами либо работать на внутреннем рынке либо сами создаете свои нормативы. Вот такая любопытная схемка экономический транзистор Золотарева. Как ни странно при всей примитивности очень похоже что это просто работает. А отсюда собственно интересный вывод. Слушайте не могу почему-то не хочу двигаться а вот двигать. Отсюда довольно интересный вывод. Для того чтобы эту конструкцию ввести в строй и она работала вам нужно обязательно придумать несколько типов денег. Если у вас один тип денег вы в конечном счете всегда придете сюда. Вы обязательно придете к высоким внешним ценам на сырье. Но если окажется что вот здесь обращаются одни деньги а вот здесь другие то что мы назвали цветные то эту систему можно заставить работать. Идея двух кругов экономического кровообращения очень проста. Вы четко различаете по римской схеме. Риблине это делали через материалы веса. Медные деньги для потребления серебряные для инвестиций но в принципе у них медные деньги на серебряные менялись. Это было вполне реально сделать. Но можно сделать что они вообще не будут меняться. тогда у вас возникает крайне интересная ситуация. У вас есть деньги потребления на которые вы можете все что вам нужно для жизни купить и потребить. Но на эти деньги вы не можете купить средства производства. А если вы продадите средства производства на полученные вами другие деньги вы не можете ничего купить в зоне потребления. Ну теоретически есть и третий уровень. где у вас деньги большой проектности которые нельзя смешать даже с деньгами производства. С этим делом очень интересно столкнулись сначала японцы а потом и русские в США когда они попытались купить имея деньги полученные за счет торговли нефтью и газом они пытались купить некоторые важные вещи второго контура. а именно в Европе они тогда хотели купить нефтегазовые сети то есть сделать их своими ну а в Америке их интересовали некоторые предприятия японцев так и вовсе высокотехнологические производства подложек микросхем и вот тут неожиданно выяснилось что купить это нельзя не то что совсем нельзя но дискон денег такой что в общем нельзя то есть за реальные деньги не получается грубо говоря за все заработанное нами за продажи нефти в общем вы можете купить таким образом один завод и то вам не дадут им пользоваться бесконтрольно и вот тут выяснилось что оказывается США очень красиво показывают сегодняшних одни деньги а именно доллары а у них точно два круга экономического кровообращения когда-то так было и в Союзе наличные деньги на которые мы жили питались и так далее безналичные деньги предприятий как разрушили советскую экономику сделав возможность обналички безналичных денег и превращение их в деньги в деньги потребления как можно разрушить американскую экономику вообще-то говорят точно так же если у кого-то есть желание можно подумать о том как это было бы наиболее красиво сделать ну и дальше мы продолжаем анализ понятия деньги вот картинка которая здесь нарисована это сфотографированная сверху пирамида ну четырехугольная соответственно четыре ее стороны это так называемая упрощенная форма знания его оператора и здесь соответственно двадцать четыре знания которые ну один из тех базисов по которым нам удалось их разбить нам здесь интересно на самом деле не вся эта пирамида а где в ней встречаются деньги оказывается деньги появляются на ее пространственной грани географическое знание купеческие деньги купец знающий где можно это купить вот здесь зарабатывает административное знание знание управления территориями юнкерские деньги экономическое знание ну собственно то что деньгами мы и называем дальше любопытно в деятельности и сфере у нас есть хозяйственное знание производственные деньги проектеологическое знание деньги как критерий полезности и знание о политике деньги как власть у нас есть информационное знание деньги как знак деньги как информация и мифологическое это деньги как миф мифы о богатстве что интересно во временных знаниях денег нет вообще а вообще-то вот эти деньги здесь нарисованы они вообще разные и между ними далеко не всегда есть прямая связь ну собственно говоря мы это попытались как-то описать вот такими стандартными марксовскими формулами маркс мы любим чтим читаем и понимаем товар на товар палеолит причем вероятно без верхнего деньги с тильдой не совсем деньги почему не совсем деньги это конечно посредник в обмене но они не могут служить средством накопления потому что нет идеи накопления да узурит можно было бы копить да уже они думали о том что кремнию нужно иметь в запасе но идеи накопления поэтому не совсем деньги товар деньги товар штрих стандартный товарный обмен вот это мезолит походу вот это начиная с неолита деньги деньги штрих кредитная экономика кризисное состояние хозяйственности обратите внимание почему кризисное вы выбрасываете производство значит оно просто не работает вы какое-то время подкручиваете существование за счет собственно непосредственно да собственно здесь ведь есть люди которые помнят 90-е было ровно это самое производство нет а деньги все время росли деньги товар деньги штрих стандартная капиталистическая экономика по марксу что происходит сегодня обратите внимание на позицию W это верт мир деньги существуют в мире в этом мире существуют товары вы хотите других денег будьте так любезны сделать другой мир ну собственно говоря как вы понимаете вот это деньги крипто деньги виртуальной экономики когда вы научились делать виртуальные миры но самое интересное будет когда виртуальный мир станет подобен реальному либо когда вы сможете научиться делать миры в реальности поэтому вот эта формула существует пока только как потенция не как реальность иногда он почему-то плохо бегает ну собственно говоря основные противоречия экономической практики государственное производство власть налоги план частные собственники либерализм рынок и второе монетарная экономика эмиссионная экономика естественно этот крест противоречий выдает вам огромное количество разнообразных решений и экономисты до сих пор спорят какой из них лучше формально с точки зрения теории пиктограмм но между этими решениями на самом деле просто превращенная форма тех же противоречий зато все эти решения в конечном счете укладываются в экономический коридор а вот эта штука довольно интересная и имеет смысл посмотреть придумана была для описания финикийской экономики в моем курсе вековые конфликты представьте что вот это канал с высокими довольно берегами хороший пример пелопанецкий канал коринский канал всем известный многие видели на фотографиях это в скале прорублена 30-метровая щель по которой ходят корабли справа и слева 30-метровая стена наверху экономика свободная либертальянская инновационная морская торговая это таласократия море важнее земли это обязательно рынок кто здесь есть в самой чистой форме финики в самой чистой форме венеция с геной в средние века самой чистой формы великобритания 19-го столетия времен ее расцвета викторианской великобритании уже не в менее чистой форме сша что внизу а государственное хозяйствование имперское сухопутное военное монетарное хозяйствование телурократия земля важнее моря произвести важнее чем продать царство госплан что здесь египет древнего царства кодификатор четвертая династия ужасно люблю саму династию ее трагическую гибель византии ну и собственно говоря все что из нее вытекает российская империя ссср такая же структура в китае кто попадает в средину ну ладно шут с ними с мекеной греции ближе к середине россия которая ближе к нижней линии и сейчас бегом убегает сюда в режиме бегом ес ес надо бы бежать сюда да она не может для этого не хватает экономической мощи и ресурсов поэтому ес застрял и думает что с ней будет дальше в дальнейшем самое любопытное когда вам говорят что либеральная экономика лучше имперская экономика это вообще правда она всегда лучше а почему она лучше а потому что чтобы работать на этой верхней позиции вы должны опережать остальных лучше на технологический уклад но уж на полуклада обязательно и вы должны взимать геоэкономическую ориенцию развития от того что вы все умеете делать лучше других тогда вы автоматически не доплачиваете здесь за ресурсы и у вас возникают возможности удерживать у себя либо свободную экономику заметьте это очень интересно видно история Англии пока она была мастерской мира она выступала только за свободную торговлю когда Германия начала ее догонять в Англии начались дискуссии о переходе к протекционизму и закрытию рынков когда Германия ее догнала из США Англия перешла к протекционистской политике ничего с этим не сделалось хотите находиться наверху вы должны опережать остальных и опережать сдугого но я говорю как минимум полуклада а если не будет опережать тогда какие перспективы США сейчас теряют возможности опережать что куда падение вниз но не сюда нет она упадет вот сюда и будет находиться в такой промежуточной экономике заметим Россия очень хотела пойти сюда но у нас никогда не было фазовой доминации и мы всегда базировались на земной территории единственная возможность для России и Советского Союза это если представить что заработала советская фантастика и мы где-то к 90-м годам имели бы колонии на Марсе спутниках Юпитера вот тогда мы опережаем остальных на фазу у нас абсолютно свободная экономика кстати описано у Ван Зайчика в деле жадного варвара там ситуация похожая вроде бы на нынешнюю только вот с разницей фаз в итоге Запад называют технократическим придатком Ордуси ну Ордуси руководствует тем что она полностью управляет рынками сырья ну а там бедный Запад с протянутой рукой ходит продает технологии вдруг купят таким вот такой вариант возможен но очень сложен само собой разумеется конечно требует большого уважения к тем кто здесь оказался поэтому что называется просьба не понять мои слова как критику как раз не имею этого ввиду ну вот собственно говоря возможность попытка описать тензор не собственности а денег тогда тогда у нас появляется наверху валюта баланса здесь часть например сегодня стоят деньги в энергетическом эквиваленте сколько вам нужно потратить энергоресурсов чтобы получить то что у вас есть вот это грубо говоря здесь товары ценятся в количестве используемой нефти в литрах здесь у вас имеются разнообразные деньги здесь у вас имеются три классических римских варианта короткие средние длинные деньги векторные деньги а вот здесь у вас импульсные деньги деньги как движение экономики совсем грубо смотрите был довольно смешной фильм еще в советское время какой-то французский у нас перевели про мегакорпорации и там происходит такой момент совещание руководства корпорации и товарищ который руководит одним из филиалов говорит что все это полная ерунда профанация какое-то советское плановое хозяйство еще союз был меня заставляют закупать деньги в смысле закупать ткань у нашего же филиала в Англии грубо говоря по 40 долларов за метр я могу купить это в Китае по 10 долларов за метр у меня будет прекрасная прибыль а так я с трудом выхожу в ноль на что ему отвечают та ткань которую вы покупаете по 40 долларов за метр стоит в Англии 2 доллара за метр 38 долларов за метр не облагаемая налогом прибыль нашей корпорации а вы идиот вот эти 38 долларов прибыли вот это векторные деньги вот это движение экономики это деньги на переходе через барьеры складывающиеся так с вашего разрешения куча разговоров про промышленную революцию я наверное опущу а вот это вот интересно и об этом наверное есть смысл рассказать мы да кстати сразу скажу что материалы которые я сейчас рассказываю они делались с 11 по 22 год то есть довольно долгие куски некоторые материалы здесь довольно архаичные из-за этого но они с тех пор не переделывались приходится их в таком же виде пока и показывать итак мы нашли три информационных объекта связанных с деньгами информационный объект это информация существующая на носителях но в известной мире независимой от них впервые эту структуру в 98 а не в 89 году описал Андрей Лазарчук писатель который рассмотрел ее то есть он увидел вещь которая когда она увидена она кажется сверхочевидной но ее надо было увидеть он сказал давайте рассмотрим административную систему систему управления любой крупной страны того же Советского Союза он еще жив как ее можно себе представить естественно как набор чиновников которые сидят в каких-то местах и связаны между собой информационными связями чиновник получает некую информацию и может либо передать ее дальше либо не передать фактически его деятельность есть деятельность триггер он либо говорит да либо говорит нет в конечном итоге любая сколь угодно сложная его деятельность может быть рассмотрена как много актов да нет но тогда мы получаем систему двоичных элементов объединенных в сложную конфигурацию но эта система полностью отвечает требованиям к электронной штатной машине или к элементарному искусственному интеллекту вот этот искусственный интеллект лазаршук назвал големом а для нас это был первый информационный объект смотрите как это интересно он безусловно данный объект существует на людях но люди сами в общем-то ну как люди знают о его деятельности никак не больше чем нейроны нашего мозга знают о наших мыслях чаяниях разговорах и так далее с одной стороны вроде бы они знают все но в их языке нейронам есть только два состояния в которых они не могут это все происходящее выразить из этой модели следовало огромное количество крайне интересных следствий например голем безусловно осведомлен о всем о чем осведомлен хотя бы один из его элементов то есть в этом плане он не умный он очень знающий кстати обращаю ваше внимание если вы например начнете рассматривать классическую плановую экономику с точки зрения чисто формальной ну у вас имеет место быть некая система линейных уравнений которую вы решаете и получаете следующий такт развития можно очень быстро доказать и кто-то не поленился это сделать была большая статья на эту тему опубликована что подобная система работать не может она не может работать по следующим причинам первое у вас нет точных данных которые нужно было бы поставить в эти самые уравнения совсем грубо вы не знаете точно сколько чего где произведено и сколько чего где израсходовано вы в лучшем случае можете сделать оценку которая при этом оказывается достаточно неточной с большим разбросом а это означает что два-три такта работы системы этот разброс начинает расти и где-то собственно формально это просто показали через пять лет система полностью разбалансирована второй момент вы не можете быстро считать миллионы стоимости часто можем конечно уже компьютеры это безусловно умеют но в двадцатые годы точно не а в результате у вас недостоверные исходные данные невозможность их быстро учитывать и полное отсутствие гарантии того что данные распоряжения будут доведены до исполнителя и своевременно выполнены система вроде бы очевидно не работает но вообще-то плановая система в советском союзе просуществовала лет семьдесят начало плохо работать через пятьдесят а не через пять что означает что у нас целый порядок разница вообще-то как минимум неплохо бы посчитать почему один из базовых ответов ну разумеется никто из тех кто входит в Голем ничего по цифрам не знает но Голем в целом знает все цифры полностью Голем в целом как компьютер а это же компьютер сам по себе отлично способен решать линейное уравнение поскольку для этого его вообще-то и создавали как таковую систему в итоге грубо говоря госплан является внешней сознательной частью работы а значительная часть работы делается в социальном подсознательном новое определение которое у нас появилось совсем недавно информационный объект это коллективное бессознательное и соответственно раз так происходит система работает ну собственно говоря здесь нет никакой разницы если бы вы начали сознательно рассчитывать свои движения в процессе прямохождения вы попали очень быстро но это делает ваше подсознание и вашего мнения по этому поводу никто особо не спрашивает вас спрашивают куда идти а не как это делать здесь то же самое госплан в действительности решал вопрос куда идти а не как это делать и вот собственно три базовых элемента которые мы обратили внимание первый элемент это мы его назвали тогда когда играли жабой обмена это та самая жаба которая душит из анекдотов здесь деньги мера редкости уникальности вообще в игре жаба хотела только уникального но за это готова была обеспечить все что угодно здесь золотые деньги здесь реальная ценность это очень древний информационный объект почти не существующий второй объект левиафан морское чудовище как и положено обеспечивать морскую торговлю собственно это его работа деньги как мера продукт и результат глобального обмена стоимостями при обращении товара очень важно левиафан презирает искусственные стоимости левиафан презирает обращение прав обращаться должны реальные живые товары должны быть настоящие потоки нефть зерно металл реальное производство реальное обращение реальное потребление деньги здесь ассигнации которые обладают не объявленной ценностью и собственно сам процесс и есть эта ценность и наконец да это у нас мезолит ну не неолит точно но наверное с мезолит это извините капитализм да элементы левиафана были финикийской и византийской торговли но это в общем капитализм и современная ситуация для третьего объекта в качестве названия было выбрано из книжки Смита крыса дракон неприятный объект это капитал денег как форма власти вот здесь это обмен здесь это реальные вещи а здесь это формат власти это электронные деньги симуляк здесь реальная стоимость здесь фиктивная есть модели она довольно неплохо работает согласно которой великая революция двадцатого столетия это вовсе не переход власти к креативному классу как думают некоторые или к менеджерскому классу как думают остальные а это просто преобразование мира в ходе которого реальное управление экономикой перешло от левиафана крысу дракона то есть от той страны которая требует реальности реальное производство реальное обращенное реальное потребление к стране которая требует фиктивности но при этом нужно понять что фиктивная штука хорошая если кто-то занят реальностью представим себя на одну секундочку что в сегодняшнем мире нет Китая ну что-то там случилось Китай если все как один заболели ковидом и в течение недели скончались у вас возникают кошмарные проблемы с функционированием мировой экономики потому что у вас уходит блок который делал реал плохой реал предположим но реал и вот тут сразу же выяснится что фиктивную ценность невозможно потребить вот тут мы опять сталкиваемся вот вам в потопшей Америке на 100 триллионов чек да у крысодракона есть огромные деньги но они в действительность ничем не обеспечены то что происходит сейчас попытки вернуть эту стрелку в обратное направление перевести деньги от крысодракона Левиафана как ни странно старые советские люди которые ненавидели все формы капитала и думали исключительно о коммунизме сейчас должны лечить и кормить Левиафана больную зверушку потому что вот это старый добрый содержательный враг а вот это враг всего вот это инклюзивный капитализм пошла бы в полной форме и собственно то что произошло за последние годы это резкая попытка крысы дракона воспользоваться последней ситуацией в свою пользу ну и вот картинка здесь сделана в форме того что я бы назвал стандартной призмой баланса вот эти три основных информационных объекта заметьте жаба обмена торговля воровство эзотерика гермес и вообще политеизм левиафан единый бог и капитал как формат дьявола вроде бы плохо все ужасно дьявол только вот здесь вообще нет ни бога ни дьявола и с этой точки зрения лучше уж сюда здесь обмен торговля лавка торговый дом бизнес банк корпорация а вот здесь о государственном капитале современной олигархии здесь базовый элемент купец здесь базовый элемент бизнесмены протестантская этика здесь базовый элемент чиновник олигарх менеджер этика прагматическая и здесь прагматическая мораль при этом обращаю ваше внимание что сейчас по сути дела все равновесие сдвинуто кверху ну опять же а вот то что началось 22 года попытки движения обратно кстати я в этой игре участвовал сам причем я там как раз работал с большим капиталом потому что мне пришлось играть Ротшильда причем не конкретно в Ротшильда а Ротшильда как вот этот великий клан мне как именно рицательный собственно очень интересная ситуация ключевые эмоции страх и уверенность хотя это оксюмарон страх понятен но одновременно есть ощущение что с ситуацией справимся разберемся причем не надо даже говорить любой ценой мы так всегда жить всегда любой ценой никакие жертвы не страшны и роль долго не снималась вот это очень интересная ситуация жить в реальном российском мире играя из себя Ротшильда да еще не осознавая это очень весело так пропускаем 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 конец второго действия коротенькое третье действие по модели Советского Союза два сектора экономики производство и производство товаров потребления мы рассматриваем три сектора экономики где третье производство неутилитарно что нельзя не потребить не использовать но бывает крайне важно вообще-то оценивая ту или иную страну в ее историческом развитии вы как правило интересуетесь не тем что они производили что они ели а тем что они оставили для вечности это и есть то самое неутилитарное соответственно производственная экономика упор на потребительское упор на б неутилитарное упор на цель ну а это соответственно ровно все то же самое только в виде схематизации а данную схему мне сейчас достаточно долго будет объяснять поэтому махну на нее рукой а вот это довольно любопытно это попытка рассмотреть вот эту модель об эйце экономики в языке любимой всеми школьной задачки про бассейн с трубами у вас есть бассейн и вы в него загоняете что-то и что-то оттуда убираете вот смотри здесь у вас есть некие ресурсы в момент времени Т1 которые делятся на материальное и нематериальное вот здесь у вас есть ресурсы в момент времени Т2 собственно говоря вся работа вашего хозяйства не слышь экономики это преобразование первой ситуации во вторую что вы можете делать создавать средства производства создавать инфраструктуру что-то отправлять в резервы потреблять неутилитарное потреблять утилитарное создавать неутилитарное что-то у вас идет в отходы можете архивировать можете конвертировать неутилитарное в утилитарное это интересно вы получили новое открытие вроде бы абсолютно неутилитарное написали уравнение Макс логомагнитного поля прошло ничтожно мало времени 20 лет у вас появилась радио она уже вполне себе утилитарно и на нем можно строить весьма неплохой бизнес таким образом у вас получается да кроме того вы можете создавать новые ресурсы или находить но какие-то ресурсы будут потребляться в итоге вы строите модель которая может быть либо замкнута либо не замкнута и вот смотрите экономика производства по окончанию цикла ресурсов стало больше экономика потребления по окончанию цикла ресурсов стало меньше когда меня слышишь не люблю мою экономику потребления говорю а вы ее с государства масштаба быстренько переводить в масштаб семьи пройдете скажите жене и детям чем больше вы будете тратить тем лучше это прекрасное решение все поняли чем у вас это кончится в перспективе первых парамесяц а и вот у нас возникает 6 вариантов где мы рассматриваем не только собственно основную противоречие но и вариант по материальным и нематериальным ресурсам первый вариант экономика потребления причем вы потребляете как материальное так и нематериальное тотальное потребление второй вариант вы потребляете материальные ресурсы они материальные производится их становится больше но при этом общая сумма ресурсов отрицательна Инновационная потребляющая экономика. Вы потребляете, но кое-что по дороге изобретаете. Третий вариант. У вас растут общая сумма активов, у вас растут нематериальные активы и падают материальные. У вас экономика потребляющая, но познающая. Вот это модель экономики бренда. Дальше тотальное производство. Не потребляем или уменьшаем потребление, все производим. Инновационное производство и экономика смыслов. В общем и целом на этом можно строить шесть относительно вменяемых моделей, из которых в реальной жизни, наверное, первые три есть. Насчет остальных сомневаюсь. Кстати, так называемые экономики будущего, которые это на 2011 год ссылать, с тех пор ничего сильно не поменялось. Знание в социальное и человеческое, информационный капитал, социальный капитал и будущий капитал. Во-первых, все это экономики потребления, хотя, что называется, а теперь банановый. А во-вторых, они построены на тотальном контроле. Соответственно, как экономики будущего, работать не будут. Смешная табличка, которую я просто люблю. Это генератор экономика. Ну, собственно, стандартная картинка. Вы делаете баланс, справедливость, эффективность, устойчивость. Надеюсь, все знают известную историю про офицеров Третьего Рейха. У одного путешественника, который еще до войны был в фашистской Германии, спросили, что он думает о немецких офицерах. Сказал, великолепные люди. Все они умны, честны и преданы партии и фюреров. К сожалению, эти три качества никогда не сочетаются в одном человеке. Вот здесь то же самое. Любая экономика эффективна, устойчива и справедлива. Но эти три качества не сочетаются вместе. И вот варианты. Самая справедливая экономика – это экономика Робинзона Круза. То ты произвел, то ты потребил. Не произвел, не потребил. Эффективность близка к нулю. Устойчивость-то никакой. Грубо говоря, один сильный тайфун и Робинзона уже очень плохо. Но зато все справедливо. Эффективная с оттенком эффективности. Это свободный рынок. Причем лучше всего в варианте «Не знаю кинология». Там настоящий свободный рынок. Без всяких вариантов ограничения. Справедливость близка к нулю. Устойчивости тоже никакой. Но зато система крайне эффективна. Устойчивость с элементами устойчивости. Это экономика, в которой у вас не обязательно никакие транзакции. По сути, это развитое натуральное хозяйство. Но развитое. Которое полностью обеспечивает себя. И любые удары по инфраструктурам не замечают, сколько они ей вообще не нужны. Но остальные варианты, они гораздо встречаются пореже. Справедливая с оттенком справедливости. Попытки описать в туманности… Справедливая с оттенком эффективности. Попытки описать в туманности Андромеды были. В общем-то, в природе не существует. Справедливая с оттенком устойчивости. 20-е годы до 28-го Советский Союз. Эффективная с оттенком справедливости. Экономика Гёзеля с отрицательным процентом. То есть, когда вы должны быстро деньги потратить, иначе не теряют в цене. Эффективная с оттенком устойчивости. В реальной жизни не реализована, хотя Хаек именно про это писал, с моей точки зрения. Устойчивая с оттенком справедливости. Капитализм при Салазаре в Португалии. Хорошая модель, работает, кстати. Устойчивая с оттенком эффективности. Я вариант не придумал. Может, его и нет на самом деле. Но вообще, по идее, штука должна работать на всех вариантах. Еще одна любопытная схемка на сегодняшний день. Свободная конструкция. Открытый мир. Глобализация. Экономика. Закрытая конструкция. Дом. Хозяйствование. И, наконец, если у вас есть и то, и другое, в управляющую позицию, встает путь между ними. Это кочевье. Мы назвали это красивым словом веономика. Экономика пути. Между прочим, плохо описано. А реально сейчас существует. И очень неплохо работает. Так. Это мы все сейчас пропустим. Поскольку на это всяко не хватит времени. А вот эту штуку я покажу. Значит, есть график, с которым очень интересно можно работать. Здесь по оси Х величина дохода. Как правило, на домохозяйство. Ну, вообще, теоретически можно на душу, на семью, но обычно на домохозяйство. Наверху доля лиц в обществе, которые получают данный доход. Ну, тут, естественно, нулевой доход. Тут, естественно, где-то там бесконечно. Картинка первая. У вас один узкий пик кривой распределения. Почти все люди получают почти одни и те же деньги. Это у нас классическое бесклассовое общество. Как правило, вот эта медиана лежит вблизи прожиточного мира. А широкое кривое распределение – это у вас фактически почти одинаковое количество людей получают очень разные деньги. Многоклассовое общество. Ну, как факт, нигде не встречается. А вот это уже интересно. Это двухклассовая модель. Вот здесь у вас живет основная часть населения, а вот здесь богатая часть населения. Обращаю ваше внимание, что здесь почти резонансный пик вблизи прожиточного минимума. А вот здесь у вас лежит, соответственно, распределение с длинным и широким хвостом. Потому что здесь у вас довольно много очень богатых людей. Вот у вас пик бедности, вот у вас пик богатства. Деление вот этой и вот этой величины – коэффициент жизни в вашем обществе. Трехклассовое общество. Классика – общество потребления. Этот пик пониже и пошире. Этот пик пониже и пошире. Теоретически, может быть, отдельный пик вот здесь. Это среднеклассовая. В принципе, вся эта конструкция среднеклассовая. Но уж если тут еще и пик есть, вот это точно средний класс. Смотрите, еще одна кривая, которая важна. Это опять увеличено доходом домохозяйства. А вот это, здесь есть точная граница единица, 100%. Это доля того, что домохозяйство тратит на необходимое. Необходимые – это, ну, понятно, налоги, которые нужно платить, тепло, свет, пища, одежда. То есть то, без чего в принципе обойтись нельзя. Легко понять, что у бедных людей все расходы необходимы. Ну, а у богатых людей, собственно говоря, совершенно понятно, что где-то, начиная вот с этого места, вам все равно, сколько у вас ЖКХ. 10 тысяч или 25 или 3. Ну, поскольку вы получаете 500 в общем. Ну, понятно, что все равно жалко, но, в принципе, это не ваша проблема. Это проблема, где вы не смотрите на цену буханки хлеба, когда ее покупаете. Очень интересно, что точка перегиба этого графика как раз является безразмерным с возможностью определить прожиточный минимум. И тоже понятно, почему. Если вы уходите от точки перегиба вправо, у вас появляются резервы. Если вы уходите от точки перегиба влево, вы быстро приходите только к необходимому потреблению. Как ни странно, я составлял такой график для реальной России 90-х годов. В общем и целом, я скажу так, первое, это работает. Второе, разница с официальными цифрами, с продовольственным корзином, в общем, не шибко велика. Но продовольственная корзина – это всегда вопрос выбора. А эта штука все-таки в этом отношении формально безразмерна. А вот теперь начинается интересный эксперимент. Это то, что здесь вы видите, теоретическая кривая. А вот то, что вы видите здесь, это фактическая кривая. И это была очень любопытная ситуация, когда до этого вдруг мы додумались. Далеко не сразу. Мы всегда, как люди советские, видели вот этот кусок. И нам казалось, что дальше все так и будет. Но если вы попали и стали человеком среднего класса, некоторые вещи вы обязаны покупать. Это то, что носит название статусного потребления. Смотрите, в чем здесь принципиальная разница. Разница обычного потребления и статусного заключается в том, что для обычного потребления большой разницы цен первичного и вторичного рынка нет. А для статусного они очень велики. Статусный автомобиль, купленный в салоне, и статусный автомобиль, купленный в вторичном рынке, могут различаться по цене в 2-3 раза. И если вы являетесь частью среднего класса, с вашим повышением зарплаты ваш социальный статус растет, и растет ваше статусное потребление. Очень интересный формат налога со среднего класса. Вот это же та же самая картинка нарисована. Заметьте, вот здесь работает трудовая теория стоимости, здесь низкоэнтропийные деньги, здесь жизнеобеспечивающие потребление, здесь работает миновая теория стоимости, здесь высокоэнтропийные деньги и статусное потребление, которое растет. Ну, конечно, тут оно у меня выросло выше 100%, чего быть не может, ну, просто картинка так построена, но оно растет. Так, обсуждение пропустим, зато покажем вот этот график. Теоретически мы предположили, что должна быть еще одна волна – это инвестиционное потребление. Так когда денег так много, что вы их обязаны куда-то вложить. Вот здесь вы обязаны что-то купить, а здесь вы обязаны сделать вложение. И вот это, видимо, уже полная конструкция. Здесь специально стоит пунктир, потому что, в общем, мы не особенно точно понимаем, как это работает. Мы неплохо жили на этой стадии, иногда попадались на начало вот этой. Дальше просто никто из нас не заходил, поэтому не знаем. Заметьте, вот тут первые этажи пирамиды Маслова, здесь средние, а вот тут вверх. Если вообще пирамиду Маслова использовать, то это будет вот таким образом выглядеть. Ну и, соответственно, вот здесь есть табличка, я сейчас ее уже тоже показывать не буду, она длинная. Это разные модели, которые на этой модельке можно построить. Так, два часа, которые я обещался, у меня закончились, чего я не успел. Я не успел сделать бюджетную схемку, типа бюджета, который можно получить на основании анализа модели экономики. И я не рассказал хозяйственное знание. В принципе, наверное, когда-то можно, но мне кажется, что сказано было уже много. И на этом Шахерезадо в моем лице хотел бы прекратить дозволенные речи. Если вопросы есть, я готов на них ответить. Вот. Сергей Борисович, вопрос. Ну, конечно, тут экономисты, такой вопрос шкурный, как мы его называем. Скажите, пожалуйста, вот многие говорят о том, что нет модели новой, что старая модель не работает, а новой модели нет. Вот у меня всегда вопрос. Во-первых, ну, кто создает эту модель? То есть как-то замалчивает этот вариант, хотя там говорят, что есть концептуалисты, или брахманы, вот вы тут тоже слово употребили. И если они все-таки есть, то почему-то я не верю, что нет новой модели, потому что какие-то вещи нам вроде открывают, но вот, например, те же самые цифровые деньги, да, которые вдруг так активно и наш Центробанк собирается внедрить. Ну, как-то не верится, что это вот идея лично, там, не знаю, Эльвира Набивулина или кто там это ей подсказал. Вот сюда Центробанка дошло, что есть виртуальные деньги. Какие-то вещи нам потихоньку открывают. Вот у меня такое ощущение, что модель на самом деле есть. Другое дело, вот у кого она, и когда ее, так сказать, раскроют. Вот что вы на эту тему думаете? Ну, смотрите, во-первых, я должен сказать честно, что я же тут пропустил целую кучу слайдов, но я их пропустил, потому что их очень тяжело смотреть, они на один лист схемы не вылезают, а смотреть последовательно три слайда, припоминая предыдущие, очень тяжело. Сергей Шилов из нашей компании сделал очень интересную работу, не поленился. Он нарисовал движение основных мыслей, которые были в экономике, начиная с 17 века до конца 20-го, начала 21-го. Причем он нарисовал именно движение в схеме генезиса. Что получилось отсюда? Получилось вот это, из этого вот это. Вот здесь пересеклась эта линия с этой, дальше они двигались вместе. У нас это называется техника линий мышления. Прослеживается, как разные люди на протяжении десятилетий, а в этом случае веков, работали с теми же самыми мыслями, продолжая их развивать. Там есть очень сильные, хорошие фамилии, очень интересные модели. Есть там и Маркс, есть там и Рикардо, есть там и Гезель, соответственно. Вся базовая проблема заключается в том, о чем я сказал в самом начале. Каждая модель неплохо описывает реальность, но она всегда описывает ее частично. И в какой-то момент модель перестает работать, потому что исходные предположения, часто нерефлексируемые автором, в связи с технологическим развитием, военными действиями или чем-то еще, перестает выполняться. Иногда это выглядит достаточно трагически. А когда на коротком промежутке времени модель, которая оказалась абсолютной истиной, и которой пользовались все, вдруг ей перестает пользоваться совсем. Хотя, возможно, в ней куски истины остались. В чем базовые неприятности? Первое. Моделей и линий довольно много. Второе. Очень мало сборщиков. Сборщик – это человек, который собирает всю предыдущую линию, которая была до него. Так что после этого можно предыдущие работы уже не смотреть, а работать с его моделью. Ну, например, классический сборщик Маркс. Классический сборщик Кейнс. Собственно, я про него говорил, про трагический случай. Потому что Никсон, вступивший на пост, начал с фразы, ну, понятно, что все мы с вами кенсианцы, а уходил с него, сказав, модель Кейнса сейчас не работает. То есть за короткое время. Вот мы все, да никто из нас. Кейнс тоже очень хороший сборщик. Но сборщиков мало. Силов их насчитал буквально 4 человека, 4-5 за историю экономики. То есть их очень мало. Их, например, меньше, чем физики. Хотя физика проще, как наука. Вторая категория. Базовое противоречие теории экономики. Не экономика, а теории экономики. Я его называл. Это противоречие между трудовой теорией стоимости и миновой. Я, как марксист, естественно, придерживаюсь трудовой теории стоимости и полагаю, что стоимость создается людьми в процессе труда. Это автоматически заставляет меня кривиться, когда я слушаю слово «человеческий капитал». Я всегда отвечаю, что человеческий капитал подразумевает Римскую империю, где раб действительно был капиталом, причем можно было вложиться в его развитие и повышение его цены. И люди часто так зарабатывают. В любом другом обществе человек не является орудием труда и тем самым никакого счастья капитала быть не может. Но это для меня. В течение долгого времени примерно половина линий была по теории стоимости трудовой и миновой. Но в 20 веке, особенно в его конце, в связи с приходом «Крыса-дракона» и гибелью Советского Союза, начался резкий уклон в миновую теорию стоимости. В этой ситуации у вас возник парадокс. Противоречие исчезла одна сторона, а вторая описать мир не может. Сейчас Запад, именно Запад, не Россия, сталкиваются с ситуацией, что все вроде есть, но поскольку нет материального производства, нет человеческого труда, почему-то получается все не так, как в модели. Им нужно возвращаться к трудовой теории производства, но это означает резкое изменение политической структуры общества. На что они пойти не готовы. Но для меня более важен ответ следующий. Практически... Да, когда у вас две линии соединяются и дальше идут вместе, это называется в нашем языке плетение. Так вот, плетений трудовой именовой теории почти нет. А это означает, что любая из моделей видит мир с одной из позиций. Поэтому ответ на вопрос. Да, модели есть, они развиваются, они двигаются, но базовое противоречие в них не разрешено. А это означает, что каждая модель будет работать кусок времени. Это не опубликовано? Вот это, то, что я рассказывал. Ты отказали, обработка Шилова. Ну, в интернете найти, наверное, можно. Нет, мы не публиковали. А, нет, наверное, не публиковали. Я чуть не сказал, что она должна была войти в книжку «Сплесенный мир», но в той книжке вошла другая его модель, а не эта. Поэтому нет, это не опубликовано. Но в интернете найти можно и посмотреть схему легко. Думаю, я их всех помню. Можно сейчас посмотреть по схеме. Нет, Шилов их выделял, поэтому он их помнит. Ну, Рикардо у него, по-моему, третий, если меня память не заменяет. Но я-то сам это через себя не пропускал, поэтому... Ну, Маркса, естественно, я пропускал, поэтому для меня Амбазинс и Маркса здесь понятно. Кейнса я тоже пропускал. А вот кто у них третий, четвертый? По схеме я, конечно, вспомню, увижу это сразу, это сразу видно по схеме. Но так вот на память без нее просто не назову. Но посмотреть не проблема. Сергей Борисович, ну вот, наверное, несколько небольших вопросов. Вот первый такой, наверное, будет. все-таки мы сейчас приходим к тому, что наблюдаем даже не войну экономик или войну подходов, а войну мышления, войну некоего мировоззрения, понимания мира. И это все сейчас совершенно очевидно. И у каждого своя какая-то правота. Уж насколько она будет, так сказать, реализовываться и воплощаться, это уже другой вопрос. Но совершенно очевидно, что как бы сформированы несколько взглядов, которые складывались исторически. Ну вот, опять же, так сказать, можно там Гречевского вспомнить по поводу его описания российской ментальности в экономике и так далее, и так далее. Но вот, во-первых, вопрос такой. Вот как вы считаете, возможно ли все-таки некая многоукладность, соответствующая разным подходам мышления, разному пониманию мира, то есть привязаны к разным территориям и к разным народам, соответствующие, живущие в разных реальностях и устраивающие для себя разные модели экономики? Редкий случай, где можно ответить одним словом, да. И не только возможно, только так реальный происходит. Реально, когда мы говорим о том, что там победил индустриальный уклад, надо иметь в виду, что на большей части территории России даже и сейчас уклад не индустриальный. А есть места, где вполне себе работают еще и до традиционной, то есть архаичного уклада, люди спокойно охотятся. Поэтому, вообще говоря, любая экономика многоукладна, по реальной жизни. Просто мы привыкли, это в неком смысле по умолчанию понимается, что самая работоспособная, самая сильная в экономическом, а главное военном отношении экономика, она и является основной, главной, единственной. Но, в общем, это, конечно, не так. При этом, заметьте, например, а в России есть еще бродяги, которые как-то живут в больших городах, питаются разного рода отходами и отбросами, и они в негативном смысле. У них тоже определенное то, что они делают, их достаточно много в крупных городах, и это тоже определенный этаж и тип экономики. Но их же никто, они даже внимания не обращают, их никто не смотрит, как такой инструмент. Поэтому, да, экономика всегда многоукладна, просто обычно работают только с верхушкой. Понятно. И вот еще такой тоже небольшой вопрос. Вот мы тут со студентами, с магистрами занимались в рамках курса социальным мышлением, и пришлось вот как-то осмысливать, да, вот что же такое социальное мышление, как это можно приложить к экономике фирмы или к более глобальной экономике. И в итоге, так как они все были магистрами, они все где-то работали и, соответственно, приводили какие-то разные примеры, исходя из своего опыта. И мы пришли, в общем, в итоге к такому эмпирическому, так сказать, пониманию, что фирма простая, работающая исключительно как бы на прибыль, занимающаяся, в общем, банальным, банальной эксплуатации как бы своих сотрудников и не особо заботящаяся там никаких социальных, ни о какой социальной среде или последствиях. Но, в общем, на рынке начинает как бы проигрывать просто потому, что таких тоже многие, и они живут в некой единой парадигме, и поэтому вот у них становится, как бы, сила конкуренции становится такова, что им просто становится не выжить. И, опять же, было несколько примеров, когда вот ребята рассказывали о том, что внутри, так как вот коллектив молодой, выстраивается другая совершенно история, то есть помимо того, что, так сказать, есть внешняя среда, в которой надо конкурировать, надо работать, но еще выстраивается действительно внутренняя социальная среда, и это становится своего рода, ну, если мы ставим между усложнением и развитием знак, ну, такого относительного равенства, то есть усложнение управления фирмой через управление, социализацию внутренней среды и переноса этого вектора во внешнюю среду позволяет фирме быть более сложной, более развитой и более конкурентной на рынке. Вот как вы считаете, вот некий социальный аспект и возможность развития этого социального аспекта как фактора развития, усложнения, оно будет работать, может работать, или это некие выдумки, так сказать, некие фантазии. Опять же, да, я не скажу. Дело в том, что с моей точки зрения это все немножко по-другому. А именно, если фирма работает по вашему второй модели, значит, в этой фирме есть умные люди. Для умного человека получение прибыли является важной частью его жизни, но крайне недостаточно. Ему нужно что-то еще кроме. А если у вас в фирме появляются умные люди, то эта фирма автоматически оказывается более конкурентной, чем та, где умных людей просто нет. Но по очевидным причинам они просто больше умеют. На самом деле, да, в этой фирме они быстрее перестраиваются. Они быстрее начинают соображать, что нужно выпускать, если вот это уже не нужно, что они всегда выпускали. Они могут совершенно неожиданно сделать работу по-другому. У них есть еще и ситуация, когда они понимают необходимость совместного выживания и в какую-то ситуацию могут пойти на сверхусилия, чего в большинстве фирм люди делать не могут. И это очень простая мысль. Если у фирмы есть мышление, у людей, которые есть в этой фирме, у нее тем самым есть кроме земли и еще и небо, хуже другое. У такой фирмы есть другой риск. Она может уйти в небо. Вообще забыв о земле, конкуренции и о том, что что-то надо делать и продавать. Очень хороший пример, я его страшно люблю, DeLorean. Фирма DeLorean. Кто смотрел назад в будущее, там автомобиль оттуда. Это действительно был великолепный автомобиль, который, между прочим, изменил историю и вообще мод автомобильной промышленности. действительно они сделали супермашину. Но фирма разорилась при этом. Потому что они думали исключительно о том, что они сделают самый оригинальный автомобиль, самый интересный, самый крутой. И никто не восставил вопрос, а это означает, что он будет самопродаваемым. Поэтому вот тут такая ситуация. Но я опять же скажу, тут еще и третье. Одно из двух. Вопрос же всегда, любая фирма, это всегда вопрос о том, кто ее лидер. Лидер, кстати, не обязательно должен быть начальником, он может там занимать вторую, третью позицию, но понятно, что не нижнюю. И дальше весь вопрос. Он всегда будет строить фирму по модели своего интеллекта. Поскольку ему будет хотеться на работе заниматься тем, чем он любит заниматься по жизни. Более того, если фирма занимается глупой деятельностью, в смысле неинтересной, она для него станет интересной. И он сделает ее интересной для остальных. И в этом плане второй, третий ответ на ваш вопрос. Здесь очень важная ситуация имеет, понимаете, треугольник есть. Любая фирма должна приносить прибыль, иначе она, извините, вылетает рынок. Вторая позиция треугольника. Деятельность фирмы должна производить что-то полезное. В противном случае продажа снега эскимосом развращает и в конце концов становится невозможной. И третье в идеале, кроме пользы и прибыли, в работе должно производиться благо. Свойство человека такое, что он не может жить, не производя благо. Ему без этого плохо. Ответ на ваш вопрос, фирма с социальной средой, кроме пользы и прибыли, еще и думает о благое. Вроде я ответил. Дополню, Сергей Борисович, главное проводить развлечение. По моему предпринимательскому опыту, большинство таких компаний, которые декларируют какую-то социальную направленность, это все сводится очень умным управленцам, манипуляторам, чтобы рассказать историю про красивую социальную направленность, чтобы платить работникам меньше. Вот таких компаний, наверное, 9 из 10, которые декларации эти производят. Ну, к этому бирюзовая организация вспомнил. Бирюзовая. Вот, бирюзовая организация. ерунду. Сергей по большому счету теряет свое значение и в Западе и у нас почти утратила влияние на экономику. Может быть, направление туда каким-то образом поможет нам проскочить кризис? С удовольствием отвечу. Проблема здесь следующая. Если вы понимательно посмотрите ситуацию, начиная с раннего царства древнего Египта и до сегодняшнего дня, вы увидите, что в любом обществе меняются две основные экономические структуры, меняются периодически. Экономическая структура со средним классом. Чем она хороша? Тем, что средний класс обеспечивает устойчивость общества, между прочим, его военную защищенность, потому что это люди, которым есть с чего терять, и они защищают свою территорию с оружием в руках с большим удовольствием. При этом, как правило, там довольно много политических свобод. Именно внутри этого класса следоточено. И вторая версия двухклассов общества. У вас есть класс владык и класс управляемых, между которыми практически никого нет. Понятно, что модель двухклассов является развитием трехклассов по Марксу. Причем, как все это происходит, великолепно показано у Диаконова на римской модели. Каким образом был уничтожен римский средний класс, хотя вообще-то это была основа государства римских легионов. Не более, не менее. Тем не менее, появление широкого потока денег, богатого из пергама, привело к тому, что большие производства стали вытеснять локальные, в результате чего пошла олимпинизация среднего класса. Там 5% пошли в богачи, остальные 95%. Ну и Риму пришлось отказываться от классического набора легионов и от классических представлений о римском гражданстве. С этой точки зрения двухклассовая модель просто является развитием трехклассовой в условиях дальнейшего социального, ну, дальнейшего роста доходов. Это даже было оформлено в виде такой теоремы сцепиона младшего, который сказал, ну, собственно, в нашей формулировке, говорил он по-другому, естественно, что любой приток дефицитного ресурса в обязательном порядке приводит к резкому расслоению по этому ресурсу. И вариантов здесь, по сути, нет. Так вот, что происходит сейчас. Сейчас на Западе идет уничтожение среднего класса, но у них это идет скорее не по притоку ресурса, а по его нехватке. По кризисной ситуации Боливар не выдержит двоих. В России среднего класса, в общем, отродясь не было, хотя были социальные слои, которые играли его роль. И в России с ним, вот с этими слоями ничего не происходит. Они изначально не имели большую собственность, чтобы ее имело смысл отбирать. Изначально не имели политических прав, чтобы их имело смысл ограничивать. На самом деле никто очень, вот меня всегда это, я очень удивился, услышал об этом от Шилова, хотя вроде бы должен был сам знать, что, например, Советский Союз абсолютно спокойно относился при Сталине к частному производству уровня среднего класса. И его никто не уничтожил, включая период Угаранепа. Собственно, они тогда это рассуждали совершенно логически. Грубо говоря, Госплан определяет, сколько нужно ткани на основании демографических данных. А как из этой ткани шить и что из нее шить, френчи или платье, это не дело Госплана, пускай этим занимаются участники, которые будут шить, продавать и как-то обеспечивать население. Лишь при Хрущеве этот слой был уничтожен. Сейчас этот слой существует. Единственная проблема, он начинает быть в России привязанным к крупному производству. То есть это фактически обеспечение крупного производства в тех областях, куда большая корпорация с ее огромными размерами никак не влезет. В итоге лучше это передать на аутсорсинг. Но как аутсорсинг больших корпораций у нас в России это будет продолжать существовать и в общем ничего с этим особо делать никто не собирается. А при этом с учетом того, что на Западе уничтожение среднего класса будет идти довольно жестким образом и болезненным, через какое-то время у нас даже сложится впечатление, что у нас наш средний класс имеет больше прав, чем у них. Это будет не так, но ощущение такое будет. Потому что с ним точно в условиях военной экономики никто не будет бороться. Ни под каким видом. Наоборот. Ну, то есть, как инструмент выхода это не получится, но он как инструмент выхода это не получится, но как субстрат, на котором растет крупное производство, это будет работать. И второй вопрос. Создается впечатление, что сейчас выбран путь не то, что нам нужно вылететь за пределы Земли и захватить какие-то плантации на Луне, а перераспределение. Ну, вот было здесь, какую территорию освоил, кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то здесь, и в итоге куски территории друг от друга оттяпывают. В общем-то, и цель этой войны. Так это и есть фазовый кризис прямую. Попытка вместо получения новых ресурсов переделить старое, по дороге уничтожая эти ресурсы. Ну, то есть, в итоге выбран путь. Ну, так и было в предыдущие кризисы все. Ничего нового, вот точно. Разве что оружие получше стало? Ну, грубо говоря, тупик такой пока иногда вырисовывается. Ну, конечно, тупик. Как раз по поводу тупика тоже хотел задать вопрос, как раз вовремя заметили. Возвращаясь к треугольнику с жабой, драконом и крысой. Нет, с жабой, драконом и левиафаном. Левиафан, да. Левиафаном и крысой. Вот понравилось очень ваше определение части услуг инклюзивного капитализма, в частности проэтишников, с сомнительным креативом и бесполезными изобретениями. То есть нужен, вот как я понимаю, там, развитие сектора реальной экономики. В 20 веке из таких технологических прорывов вспоминается реактивный двигатель, который повысил связность в общем мира, потом полупроводниковая техника и, возможно, ядерная бомба. Так вот, вопрос, есть ли сейчас предпосылки к каким-то изобретениям для экспансии, либо мы опять уходим на этот круг бесконечного выжигания друг друга? Предпосылок нет, но есть уже понимание их необходимости. Это существенно. То есть их начали активно искать. А смотрите, 20 лет назад даже не искали. А теперь их начинают искать. И уже идет разговор, где Маск говорит, нам это нужно, и миллион марсиан. Тут же куча людей пишет, никогда этого не будет, они умрут от радиации, и вообще вы все преступники, нужно думать о земле. Но Маск уже эту ситуацию запустил. поскольку он, слава богу, миллиардер, его обратно в ящик засунуть крайне сложно. А он нужные слова уже сказал. Так или иначе, придется здесь что-то делать. Да, будет получаться плохо, медленно, но, если честно, первые колонии, которые делали греки после Троянской войны и Троянской катастрофы, тоже делались крайне медленно, очень плохо, регулярно вымирали, потихонечку дело пошло и начался эффект колонизации Черного и Западного Средиземного моря. Через какое-то время пойдет. Понимаете, это все очень хорошо писать. Люди не могут там жить, люди не могут там заниматься сексом и зачать ребенка. Но когда первый ребенок там родит, станет понятно, что могут. Кстати, это для тех, кто не в курсе. В течение 20-х годов было написано несколько статей, доказывающих принципиальную невозможность создания искусного спутника Земли. Вы будете очень смеяться, но физики, вроде бы нормальные вменяемые ребята, всерьез считали, что для этого нужна бесконечная энергия. Хотя к этому времени формула Циолковского уже была известна. Тем не менее, они это говорили. Дело дошло до того, что когда начался первый полет к Луне, Нью-Йорк Таймс опубликовала эту статью с 20-х годов с опровержением, с указанием «Теперь мы понимаем, что это возможно». До того, как появился первый самолет, было столько же статьи о невозможность создания аппарата тяжелее воздуха. Поэтому сейчас все это продолжается. Похоже, людей ничего не учит ничто. Но, конечно, это будет. И это будет даже, наверное, на моем виду. Я успею еще куски этого увидеть. Комментарии кошелота в скобках, а если сильно повезет, так и поучаствовать. да, вот еще короткий вопрос в дополнение. А как побороть, может, неправильно будет сформулировано, как побороть этот саботаж, можно так его назвать, о котором в том числе говорил Острецов, когда рассуждал о создании ядерного двигателя и кощунственном сжигании 235-го урана в реакторах. Говорит, он не для этого нужен, давайте его использовать как раз для этой экспансии. Как можно побороть эти останавливающие факторы, то есть, наверное, кому-то это выгодно, для чего-то технологиям не дают развиваться людям. Ну, тут одно из двух. Либо никак в плане, помните, старый анекдот про советский колхоз? Так что они о нас напишут? А, нехай клевещут. Либо надо делать жесточайший контроль информационного пространства. А это опасно. Потому что в этом случае, извините, первыми забьют не идиотов, которые мешают развитию, а люди, которые о нем думают. Потому что не думают оригинально. И любая комиссия по лженауке тут же заявит, что это полная ерунда и так быть не может. Поэтому я бы лично отвечал на это самым простым образом. Ответ на фразу, собственно говоря, как и к реальной истории. Появление статьи «Самолет тяжелее воздуха существует не может». Совершает первый полет старший из братьев Райт. Полет известен, все это фотографируют, люди видят. Появляется статья, что ну да, полет, наверное, возможен в виде подскока, но никогда этот самолет не сможет нести никакой груз и никакого пассажира. Райт много чего хорошего сказал, наверное, на русском языке, после чего сделал следующий полет со своим братом в кабине, продемонстрировав, что самолет может нести полезный груз в виде человека. После этого появляется третья статья. Но даже если это возможно на пределе человеческой техники, самолет никогда не перелетит Ла-Манш, не говоря уже об Атлантическом океане. А до первого перелета через Атлантику к этому моменту оставалось меньше 20 лет. Ответ на такие вещи делается просто действием. И кто сейчас все помнят и Линдберга, и Райта, и Блерио, кто помнит автора этой статьи? Я буду допомнить моего друга. Мы, конечно, замечаем крупные научные открытия, но именно товарооборот в мире был резко увеличен с появлением контейнеров. Простой идеей контейнеров, а не появление реактивного двигателя. Да, просто идея стандарта. Сейчас у нас новая революция, это Starlink, который принципиально изменит подход к информации, уже меняет на военном фоне, и в целом биржи будут работать в другом формате, и информация, и тот же самый файл, великий китайский будут испытывать проблемы и это управление информацией. Вот как это повлияет на будущее, я даже себе представить не могу. Китай повлиял уже. Да. Ну, что будет дальше, и идеи, они часто незаметны, но принципиально меняют мир. Как вы думаете, какая может быть идея в будущем, на ваш взгляд, повлиять на мир? Но я же империалист. Больше всего на мир в ближайшее время повлияет одна очень простая идея. Мина, имеющая плотность, равная плотности воды и не имеющая металлических элементов, не ловится ни гидро, ни радиолокатаром. После чего контейнерные перевозки по морю прекратятся. Это очень сильно повлияет на мир. Мины эти сделать можно сейчас, они довольно дешевые. Поэтому вот я пока так в области негативных идей. А если говорить о позитивных идеях, я склонен думать, что очень сильное влияние окажет ионный двигатель. Причем не только в глубоком космосе, что тоже понятно само по себе, но и в атмосфере. Скорее всего, у нас появится очень интересная область, высоты 30-70 километров пред космоса. Они сейчас почти пустые. Самолеты там уже не летают, космические аппараты там еще не летают. На данный момент времени картинка выглядит таким образом. Следующая война будет означать безусловно борьбу со спутниками на низких орбитах. То есть их будут уничтожать всеми возможными способами от ядерного оружия до гаи. А это означает, что самые сильные страны будут пытаться создать спутниковые группировки на высоких орбитах, куда просто так не попасть даже лазером. А все остальные будут работать с этим узким слоем. Там будут нужны очень специфические авиамашины. Я даже не знаю, кстати, в некоторых версиях не очень вероятно, можно быть даже некоторое коротковременное резонанс авиации легче воздуха. Не дирижабли, а воздушные шары, трансляторы и соответственно разведчики. Именно на больших высотах. Вот это мне кажется вполне вероятным на ближайшее время. Из того, что считают все. конечно развить робототехнику, но на нее физически не хватает энергии. И пока не совсем понятно, где эту энергию взять. Есть очень интересная модель, придуманная не мной, это Альтшуллер, 1963 год, по-моему. Это использование на сферной энергии груз. Но Альтшуллер это сделал через технологию, позволяющую производить искусно шаровые молнии. У нас ничего такого в фамилии нет, да мы не очень понимаем, как эта структура вообще существует. Я про шаровые молнии. А мысль о том, как ловить энергию из аэносферы, пока не вполне ясна. Но ответ на ваш вопрос прямой, наверное, будет даже не этот. Большинство электротехств, с которыми я работал и разговаривал, у практиков всерьез считают, что в ближайшее время, ну как, 10 лет, но это 10 лет верхнего горизонта, не нижнего, появится генерат в это слой. То есть передача большой энергии на длинное расстояние без проводов. Вот это очень сильно поменяет транспорт, действительно резко повысит количество электромоторов. по очевидным причинам с тобой в любой момент подключены к сети, это точно удобнее, чем заполнять себе бензобак. И возможно будет использоваться и в авиации тоже. Почему я в это верю? Потому что этим серьезно занялся MIT. MIT-шники пишут о том, что они чем-то серьезно занялись, когда у них уже есть результаты, на которых они надеются получить деньги. и они об этом пишут. Они точно начали делать опыты в этой области. Пока там информация сейчас молчит, потому что понятно, что это и новая энергетика, и новый транспорт, и новое оружие. Но вот здесь я ожидаю самых серьезных изменений. Вот из того, что на ближайшее время. Добрый вечер. Простите, опоздала саму вашу лекцию, но вопрос у меня созрел насчет больших идей и влияния на крупный бизнес. Вопрос у меня будет об изменении климата. Если вы говорили об этом, я изменяюсь, скажите, пожалуйста, для российского крупного бизнеса, в России наверное меняется климат будет меняться, для России это более существенно, чем для других континентов, хотя Африка, Сахара увеличится, не знаю про Африку, но в России это... Хотя может вы скажете, что нет консенсуса в науке, поэтому климат не будет меняться, об этом тоже интересно. Скажите, крупный бизнес, он уже наш русский осознал вот эти изменения, и он уже что-то делает, или это только будет по факту уже, а что же нам, как нам нефть дальше добывать, как нам тундры осваивать дальше, или выскажите по этому вопросу, если можно. По этому поводу в мире есть две позиции, моя и неправильная. Моя позиция, то, что сейчас происходит с климатом, вполне стандартная, положительная температурная полуволна. Предыдущая полуволна такого масштаба была XI век. Тогда, например, Гренландия была лучшего названия Гренланд зеленая страна, потому что, в общем-то, все южноконечные занимали хорошие леса, даже не хвойные, а частично лиственные. На Ньюфаундленде рос виноград, и вообще зона поясов по отношению к северному было сдвинута на 200-250 километров к северу. И какой хороший виноград рос в Италии, но он и сейчас там неплохой, но был лучше. К сожалению, по причинам, которые мы на самом деле не знаем, хотя есть куча разных умных и глупых гипотез, собственно говоря, вот это очень краткопериодичное колебание, оно тысячелетнее, даже чуть побыстрее, они действительно процесс колебательный. Общее повышение температуры продлится до 22 века, после чего сменится снижением, но я ожидаю короткого локального похолодания в районе ближайших десятилетий, причем похолодания, вызванного как раз быстрым потеплением предыдущей эпохи, а тем самым резким повышением айсберга образования в Гренландии и Антарктиде. А отсюда соответственно сдвиг термоголинной или термохолинной циркуляции в мировом океане. Далее надо иметь в виду, что рост температур средних не приводит к росту пустыни. Напротив, это приводит к резкому обводнению территории. Оно по понятным причинам увеличивается испарение вообще. А как легко понять атмосфера большой тепловой двигатель, где рабочее тело водяной пар. Поэтому атмосфера потеряет часть стабильности. А это означает, что у нас опять начнутся сверхшторма типа тех, о которых писал Колумб в свое время и так далее, которых никто уже не видел даже в 18 веке. А в 17 они еще были. Вот это начнется, это будет вполне эффектно. Что касается России. Россия, как и всякая страна, находящаяся в зоне рискованного земледелия, крайне позитивно реагирует на повышение температур и крайне негативно на их понижение. Поэтому вот холод нам крайне неприятен, а средний рост температуры для России абсолютно позитивен. Соответственно, по этому поводу Россия в норме никаких мер предпринимать не будет и будет спокойно жить дальше, добывая углеводороды, в том числе и на шельфе, где с ростом температуры открытием полярного моря это станет выгодно. Проблема. Когда полярные океаны откроются совсем, почти неизбежно создастся циркуль арктическое течение, которое будет здорово этот район охлаждать. Начнется следующий так на уход в холод. Но в принципе мы этого ожидаем как расчетчики все-таки к концу века, не раньше, кроме локального момента, который может возникнуть сейчас. В целом надо понимать одну простую вещь. Климатические явления в мире очень инерционны. Мы живем в довольно холодное время, почти всю историю, которую мы можем наблюдать палеонтологическую, вообще-то было теплее, чем сейчас. Иногда здорово теплее. Например, аэоцен это по отношению к сегодняшнему дню плюс 7 градусов. Самые алармистские прогнозы нам дают плюс 2 градуса относительно сегодняшнего дня. Так что дождая цены, мы сильно здесь не дотягиваем. Но самое главное возможности человека этими вещами управлять не то, что близки к нору, а по-моему просто равны. То есть это не наш уровень. Мы этим не можем управлять, как мы не можем управлять светимостью солнца. Комментарий мой в скобках. И слава Богу, что не можем. А то мы такого не управляем. Вечная мерзлота тает и дальше будет таять. Я хочу сказать неприятную вещь. Там мало построено. Ну не вот эта история с норникелем это вообще не из-за таяния. Как это не надо на природу сваливать откровенное человеческое головотепство. Как извиняюсь в Америке поезда сходят с рельс не из-за русских хакеров и не из-за таяния ледников. А вот ровно из-за человеческого головотепства. Там мало было построено. Другой вопрос, что там конечно возникает новая группа проблем. Но просто у нас наши друзья занимаются очень активной арктикой. Павел Филин есть такой. Он нам регулярно привозят кино по северу. Он участвовал в экспедиции вдоль Севбор пути. Он участвовал в исследовании трассы перелета самолетов во время Второй мировой войны. И он очень много привез оттуда информации. Там мало построено. Я так сформулирую. Поэтому мало что развалится. перелет 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 что в Сибири не было минус пятят северной скорости. Минус пятят фирмой подписываю. Но правда лета плюс 40. Вот такой притон не было раньше. Не было не было. Это как смотри это же очень просто. У тебя же возникает стандартная ситуация. Зона циклонов по конечности Евразии то есть грубо в Европе на Дальнем Востоке и колоссальный сибирский антициклон у которого соответственно дикий холод зимой и дикая жара лета. Чего конечно раньше не было. Вот это распределение жесткой резональности циклонов антициклонов да это то с чем раньше не сталкивались. Но еще заметим что это усилилось из-за промышленного производства в Китае а именно повысилась запаленность атмосферы в зоне собственно в Китае что опять же сместило границы циклонов антициклонов да 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 есть время время человека на перераспределение температур а не на их величины в данном случае просто картинка циклонов антициклонов стала более устойчивой раньше они были ну вернее в некоторых местах стало более устойчивой более предсказуемо стала не погода а климат а вот как раз погода особенно в зонах циклонов стала крайне неустойчивой а вот климат да он стал довольно устойчивым в некоторых местах да 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 я же как это слушаю отвечаю да есть один вопрос будет ли дело мало и второй вопрос чтобы оно выжило а на второй вопрос ответ самый простой движение к хозяй как это элита может российская соглашаться или не соглашаться но поскольку с рынков ее выгоняют к хозяйствованию двигаться придется потому что делать что-то все-таки надо в этой ситуации но движение к хозяйствованию вообще-то для тела урократии для нижнего помните я показывал эту картинку с каналом для нижнего берега канала абсолютно естественно на самом деле для нас неестественно была попытка построить экономическую торговую цивилизацию поэтому мы на самом деле в обычное состояние возвращаемся легко и без особых проблем элиты ничего здесь как это элиты по этому поводу могут крайне огорчаться и уезжать в Лондон но там их никто особенно не ждет по очевидным причинам поэтому они и этого не хотят они огорчены это правда как ни странно я просто недавно пришел сделать мероприятие где мне собственно организаторы сказали простую вещь вот поймите мероприятие должно быть направлено даже не на самих наших маленьких средних олигархов и олигархят маленьких а на их жены олигархи в общем понимают для них же это один из многих рисков которые они знали с которым они считались да так получилось для них это нормально это другой формат существования который чем-то хуже предыдущего чем-то и лучше много для их жены возникают проблемы они привыкли отдыхать в Европе ездить что их там любят ценят и вот это все сломалось и они надеются что это исправится через какое время все снова станет хорошо попробуйте им объяснить что станет даже не моя просьба как организатор это их мужья просит мужьям объясните они уже все сами поняли поэтому ответ на второй вопрос здесь довольно есть на что там было первое Шваб дело Шваба живет и не побеждает смотрите Шваб судя по всему сделал очень серьезные ошибки его первая ошибка ну дураков то в мире гораздо меньше чем хотелось бы думать многим из нас существует стандартный издательский цикл его все знают он три месяца если очень постараться за очень большие деньги можно сделать месяц меньше не сделать ни за какие деньги никогда мир закрылся на ковид 13 марта Шваб выпустил книгу о том как нужно сделать великую перезагрузку в условиях ковида в начале мая картинка ну что ему мешало подождать до осеннего пика продаж и все было нормально после этого все сколько-нибудь соображающие люди пришли к выводу что книга у него была написана до ковида это автоматически объясняют что были люди которые знали о ковиде и вот в этот момент мировые элиты которые до сих пор правят вдруг поняли что судя по тому что произошло их то об этом не информировали а это означает что в новом мире для них места нет вот то что там нет места для нас с вами кроме как позиции короткоживущих работников это никого не касалось но то что люди которые управляют миром вдруг показали что их там тоже не будет вот это было сделано крайне с точки зрения сторонников шваба не своевременно и неудачно получилась картинка под названием кто читал пылающего остров товарища Казанцева а что не все владельцы акции попадут в новый мир конечно же нет и вот когда они поняли что не все владельцы акции попадут в новый мир швабу вежливо попросили заткнуться да за его спиной стоят миллиарды да за его спиной стоят очень сильные люди но за его спиной нет пока ни одной атомной бомбы и те кто контролирует атомное оружие крайне недовольны работой шваба другой это как бы вопрос на тактику на ближайшие годы другой вопрос что как показал анализ и Мои и Шилова независимый инклюзивный капитализм шваба аттрактор капитализма раньше или позже капитализм к нему обязан прийти вариантов здесь нет но на наше с вами счастье не при нашей с вами жизни пока эта идея отложена впрочем не могу не отметить что до нас с Шиловым ту же самую мысль подробно обосновал в части БК Ефремов а до Ефремова в машине времени Оилс то есть в общем-то писатели это понимали давно а сейчас это потихоньку поняли прогностики поэтому да дело шваба как это идея шваба всесильна потому что они верны в капиталистическим моделям но не сейчас 23 июля по-русски используют и там или сохраняются по-третьему на море эпидемии респираторного заболевания к такому выводу пришли по результатам маконализа антикологии для 6-7-го транс и салон выжить и на выжить у нас есть еще один вопрос заканчивается наверное как привязь на работу связан с привязком с петоном я позволю себе ответить очень коротко ибо в данном случае короткий ответ достаточен и то и другое является просто следствием кризиса мышления вопрос почему возник кризис мышления это отдельный и уже длинный вопрос но он не был мне задан поэтому я могу на него не отвечать огромное спасибо давайте поблагодарим задевай